Друзья, всем привет! Сейчас я помажу вам ручкой. Напишите, пожалуйста, слышны меня или нет. И начинаем. Так, сейчас я вопрос задам. Коллеги, слышно хорошо? Хорошо, напишите, пожалуйста, в чате. Пока ответов нет, жду, кто первый ответит. Так, коллеги, пока ответов нет. Да, слышно, вижу. Итак, поехали. Сегодня у нас второй вебинар на тему нейросетей, машинного обучения, прикладного. В этом вебинаре я углубленно расскажу про современные архитектуры нейросетей, которые будоражат сознание, будоражат ученых, будоражат нас. Но я все-таки решил повторить еще раз общие характеристики, общие части первого вебинара, чтобы мы с вами все-таки вспомнили, как это все работает, как это устроено, и сосредоточились на прикладном аспекте. Наша задача, как разработчиков, а я сам являюсь разработчиком активным, наша задача научиться применять данные алгоритмы на практике, желательно в веб-студиях, желательно в наших проектах, которые мы делаем, понять, как они работают, понять возможности алгоритмов и научиться мыслить в категории самих этих алгоритмов, потому что, на мой взгляд, в этом-то сейчас основная проблема, алгоритмы есть, люди не понимают, люди не понимают, как это все работает, как это устроено. Сейчас я вот вопросы выведу себе, прошу прощения, так, вопросы не вижу. Смотрите, и буду благодарен за вопросы, побольше задавайте вопросов, с удовольствием на них отвечу. Поехали. Одна из проблем машинного обучения этих алгоритмов нейросетей и не только нейросетей в том, что мы забыли математику. Большая часть человечества знает математику на уровне рабов Древней Египте. Это открытая статистика, об этом многократно пишут. Какая-то очень небольшая часть людей, очень небольшая часть помнят вышку немножко, есть ученые, которые, в существовании которых человечество вообще иногда сомневается. И вот эти люди дали нам машинное обучение, алгоритмы и нейросети. То есть, представляете, о чем мы сейчас будем вообще говорить? Мы будем говорить о вещах, о которых принято говорить на совершенно другом языке, на языке математики и на языке науки. Я сам тоже не представляю собой человека от науки, я инженер, практик. Поэтому я постараюсь все-таки, сам разобравшись в этих вещах глубоко, я постараюсь вам передать знания на уровне интуиции. Потому что если я буду передавать знания на уровне фактов, на уровне формул, все просто сойдут с ума и кровь потечет из ушей. Так делать нельзя. Поэтому просто верьте мне, цепляйтесь за слова, не цепляйтесь за формулы, за строгие математические выкладки, потому что я сказал, тут одну тему можно неделю вам рассказывать, как это работает, как эта формула вводится. верьте мне, хотите проверить, проверяйте, либо пишите в личку, то есть давайте так, я вас учу водить автомобиль, я буду рассказывать, что такое руль, педали, переключалка скоростей, все, не спрашивайте, немножко мы заглянем под капот, чуть-чуть, чтобы было понятно, что там не дух божий какой-то, а какой-то двигатель, но не глубже, иначе мы просто запутаемся с вами. А где посмотреть первую часть, вопрос, а в истории вебинаров она есть, посмотрите историю вебинаров компании, ну давайте, двигаемся, в общем, можно первую часть не смотреть, я взял ее сюда, быстро про не пройдем и начнем смотреть расширенные возможности не расти. Итак, входим в исторический контекст, что это такое, как это появилось, разбираемся в причинах, немножко по теории пробежимся очень кратенько, затем начинаются прикладные, актуальные, интересные, беззадачи в электронной коммерции не только, и в конце мы посмотрим популярные, очень интересные архитектуры нейросетей и не только нейросетей для решения бизнес-задач. Вы поймете мощь технологии, вы поймете, что на самом деле страшно видеть таким холодком математическим, вот, куда мы влезли мы сами еще не понимаем, люди влезли в космос научный и как бы как бы ну надо подумать, что с этим делать. Итак, поехали. без математики постараюсь, насколько можно человеческим языком. Итак, что происходит? Несколько лет назад была паника и психоз на тему бигдаты. Бигдаты, 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 стали собирать за чем-то непонятно, особенно что с этим делать. Давайте разбираться. Вот, но ощущение, что завтра будет вторжение инопланетян какое-то странное. Вот, но наша задача все-таки понять и научно подойти и разобраться, разложить по полочкам, что же такое, вскочить ли в поезд или нет. Говорю, буду говорить только правду, ничего продавать вам не буду, чисто научный подход, максимально с фактами, но, к сожалению, без выкладок, потому что это займет кучу времени. Итак, значит, что такое бигдата на самом деле? Давайте разберемся кратенько. Значит, пишет, что обрезается нижняя часть, но я не знаю, почему, у меня как бы на экране видно. Ну, в общем, там не особо важно, так что я вам буду говорить. Значит, смотрите, значит, что такое бигдата? Бигдата, зачем он нужна? Смотрите, у нас есть алгоритмы, с которыми мы, как разработчики, привыкли работать. Это точные алгоритмы, это база данных, PHP, MySQL и так далее, и тому подобное. Сортировки, поиски и так далее. Бигдата позволяет нам, вообще, данные, которые мы накопили, позволяют нам извлечь еще дополнительную пользу, на которой можно построить какой-то бизнес, какой-то профит. Что это такое? Например, собрать статистику по клиентам и сделать некоторые выводы, допустим, начать им рекомендовать товары, либо рекомендовать им друзей, либо прогнозировать, кликнет человек на объявление или нет, и так далее, и тому подобное. Вот эти данные есть в бигдете. Почему? вы спросите, а зачем вам нужна? Дело в том, что если вы захотите руками эти все формулы написать, о которой мы будем дальше говорить, вы садитесь с ума. Есть задачи, эти задачи могут быть очень сложными и долгими, поэтому наука как бы поворачивается к нам задом и говорит, ребята, ничего алгоритмически не будем с вами делать, вот у вас есть данные, давайте из них извлечем правила и будем использовать для вашего бизнеса. Чувствуйте, совершенно по-другому все. Вот данные, мы на них научим модель, и она будет уподобляться человеку, либо уподобляться какому-то алгоритму умному, который реализовал когда-то человек. Значит, понятно, да? Теперь, давайте сосредоточимся на следующем. Пока мы не пришли к алгоритму, надо понять, что данные собирать это непросто. Чтобы собирать данные нормальные, вам должны быть очень аккуратные разработчики, должен быть системный администратор, который не теряет бэкапы. Вы должны понимать, что вы собираете, вы должны понимать, какое это качество, есть ли у вас ошибки в данных, есть ли у вас пропуски в данных, что будет, если пользователь формы не заполнил. Понимаете? То есть, даже в вопросе сбора данных для дальнейшего машинобучения для нейронок надо понять, насколько вы можете обеспечить качественные данные, насколько у вас валидация будет, фильтрация этих входных значений. Просто вы начнете собирать данные, откройте, а там какая-то фигня протухшая. И вот вы приедете. Это самый важный вопрос. Давайте вот это сейчас у нас в голове пусть болтается. Качество сбора данных. Любые данные, которые вы собираете, должны быть качественные, проверенные, провалидированные, без пропусков желательно, без дурацких значений. То есть, они должны быть протестированы, и вы должны им доверять. Это очень важно. Если этого нет, дальше вообще нет смысла куда-то идти. Я думаю, понятно. Идем дальше. Веб-студия. Чем мы занимаемся с вами? Ну, в основном, я думаю, веб-студии, партнеры чем? Мы разработчики, которые очень-очень близки к клиенту, очень близки к продакшену. Некоторые думают, что веб-разработка это не сложный веб-разработка, это такая вебня. На самом деле нет. Я в свое время занимался серьезной промышленной разработкой на Java, интерприз систем различных. Я вам скажу, что веб-разработка это сложное, это сложное примесло, которое чревато постоянным нахождением разработчиков и вас на боевых проектах, на сайтах. То есть, мы занимаемся очень серьезным, интересным делом. Наши задачи совершенно ничуть не менее сложны, чем задачи, которые занимаются разработчики баз данных, Java серверов, операционных систем. У нас очень интересная область, она бурно меняется, и мы очень близки к клиенту. У нас очень, мы, как правило, работаем в режиме agile, потому что нет времени, да, и денег у клиента платить за разработку там по ТЗ большую. Вот. Мы часто разрабатываем на бою, естественно, плюсы и минусы такие там тут есть. И мы можем собирать, мы близки к вебу и можем собирать данные из веба. У нас есть офигенное преимущество перед классическими разработчиками. Мы можем собирать данные. У нас есть логи Apache, логи Nginx, у нас есть базка данных, MySQL, PHP, не только PHP, Bittrex. Мы можем собирать данные какие-то уже достаточно быстро. И это хорошо, это наше преимущество. Плюс, сейчас появилась чат-бот платформа не так давно на Bittrex, все открытые линии. Все эти данные из чат-бот платформы и из Marketplace, Bittrex, Bittrex, Bittrex.4 можно собирать и превращать в Big Data. Поэтому, у нас здесь есть преимущество с вами, что мы близки к Big Data и к клиенту и к разработке у нас очень короткие релизные циклы. Как собирать? На самом деле, не усложняйте. Собирайте данные как можете. Лог пишите в файле, в табличку сохраняйте данные. Если данных очень много, но настоящая Big Data, хотя мы поговорим, что она далеко не всегда нужна, можно собирать данные, например, в распределенную файловую систему типа Hadoop, типа S3, какое-нибудь облачное хранилище, в облачные файлы класть и так далее. Ну вот, из близких примеров, как сейчас наши партнеры собирают Big Data, пока не анализирую. Это, например, система аналитики, мониторинга, всякие пинбы собирают в MySQL, в облачные хранилища и затем клиентам дают некую статистику, что там у них на сайте творится. Идея такая. То есть, это вы можете собирать, поэтому дальше. По поводу персонализации данных, а можно ли собирать данные персонализированные, их обычно обезличивают. Ну, например, тексты переводят в какую-то билиберду по хешированию. E-mail тоже хешируют, чтобы не было такого, что вы там данные прям светите данными людьми. Вы просто хешируете их и дальше математически они ценные, но как бы персональной информации в их нет. И тем не менее, это вам позволит их использовать. Ну, как я сказал, хешируете e-mail, телефон, FIO, там категорию, просто хешируете, и вы даже эти данные можете потом выложить кому-то для каких-то мигдатчиков. Идем дальше. Еще важный момент. Мы веб-разработчики. Надо понять нам, что мы прикладники, а наука и нейронные сети машин обучения, она занимается другими вещами. Наука занимается абстракциями. Она пытается, как сказать, найти законы, причины, и так далее. Часто так. А мы практики. У нас большой разрыв между наукой, алгоритмами и прикладным применением. Мы пишем, мы пишем код постоянно. Я хочу вам сказать, так как я очень много лет этим занимаюсь плотно, я вам хочу сказать, что если вы чего-то не знаете из компьютерной сайенсы, из алгоритмов, из математики, ничего страшного в этом нет. Вы должны, ну, главное, понять суть, понять интуитивно, что это такое, и дальше это можно применять. То есть как код. Я не знаю алгоритмы, допустим, быстрой сортировки, но я знаю функцию в PHP, которую можно отсортировать данные. Все достаточно мне для жизни, и мои клиенты будут счастливы. То же самое MySQL. Я не знаю, что такое B3, структура дерева, но я знаю, что такое MySQL, я выполняю команду, и клиенты счастливы, я счастлив, и все работает. Вот. Поэтому мы сейчас не будем с вами погружаться в науку, писать тесты или нет. Это вот эти, знаете, долгие такие мастурбации интеллектуальные, начинаются, которые годами длятся. Мы будем решать конкретные задачи. На каком фреймворке писать, мы сейчас не будем трогать. Вот. Приведу пример практики, верстальщики. Казалось бы, там нет науки, это чисто прокладная специальность, тем не менее, они востребованы, тем не менее, ребята занимаются делом, решают задачи бизнеса. То же самое Python. Python и наш PHP, на котором мы пишем, это обычный, ну, Visual Basic, по сути, ну, создан для веба. Тем не менее, он решает задачи. Тот же самый JavaScript, примитивный язык, тем не менее, очень мощный. Чувствуете, как бы, сейчас время такое, что простые, эффективные технологии побеждают сложные языки программирования, C+, это правильно, не надо этого стыдиться, так и есть. Вот. Дальше, мы используем активно Unix, старые библиотеки, там, которым 20-30 лет, они прекрасно живут и дальше развиваются. Они написаны на C, на дырявом. Ничего страшного, все работает, все протестировано. Поэтому, не бойтесь, мы используем правильные технологии, и сейчас к этим технологиям будем применять машинное обучение. К новым алгоритмам надо относиться так же. Смотреть, применять и делать вывод на полезные моменты. Итак, поехали по нейронкам. Что происходит сейчас? Сейчас происходит третья волна увлечения нейронками. Их уже два раза хоронили. Первый раз их хоронили в 70-х годах, когда появилась кибернетика. Потом их хоронили в 90-е годы, когда появился кондиционист, когда стали строить широкие такие сети, большие нейронные сети с многочисленными связями. Сейчас третья волна. Что такое кибернетика, простыми словами? Это наука, которая учится строить всякие модели математические, не вникая в процесс сам, а, допустим, как бы с помощью обучения. То есть вы не выводите формулы, почему это нужно решить задачу так-то. А вы говорите, вот я вывел формулу обучения, которая универсальна, она учится, повторяет примеры, а дальше пытается решить эту задачу. То есть по сути кибернетически вы создаете некий действительно мозг цифровой, который решает задачу. Как он ее решает, вы уже не понимаете. Почему он ее решает, вы не понимаете, но тем не менее он работает. То есть сразу поймите, что в нейронных сетях вы не поймете, как они работают. Очень сложно понять. Ученые даже не понимают, почему они работают. Есть только догадки. Там куча недоказанных все время сейчас. Но тем не менее они, блин, работают, они помогают бизнесу. Это кибернетик. По поводу третьей волны. Мое мнение, что сейчас третья волна очень серьезная по нейронкам. Она началась примерно с 2006 года. Она не затухнет в ближайшие годы, потому что я вам расскажу почему. Значит, почему появилась третья волна? Датасеты, объемные бигдаты, которые сейчас собирают, их данных стало гораздо больше. Эти данные нужны, чтобы обучать модели машинобучения нейронной сети. Посмотрите на график. 15-й год, у нас уже датасеты с миллиардами данных собранных. Это значит, что можно обучить большие нейросети, которые будут работать по некоторых задачах почти как человек, почти как человек. Это такого не было никогда раньше. Поэтому распространение датасетов привело к третьей волне. Нейронки в последние годы показали просто страшный отрыв от всего того, что существовало раньше. Нейронки в некоторых областях в распознавании образов, распознавании голоса, график это распознавание классификации изображений. Ошибка была в 2010 году порядка 30%, сейчас ошибка составляет несколько процентов. Вы чувствуете, какой скачок был совершен с помощью глубокого машинобучения, с помощью нейронов. Творится на самом деле что-то невообразимое сейчас. Такого не было никогда. За последние годы такой прогресс в области глубокого машинобучения возник именно с появлением активного использования нейронов, что люди просто не понимают, что может быть в следующем году. Это серьезно, это не шутки, так и есть. Такого не было за всю историю науки, за все десятилетия предыдущие. Никакие алгоритмы так хорошо не работали. Что еще? Нейроны сети становятся больше. Конечно, это не наш кейс с вами бизнесовый, потому что мы не можем в веб-студиях себе позволить глубокие нейроны сети из тысячи слоев, из сотен слоев, которые там бывают в Google и Microsoft в крупных компаниях, но мы видим, что размер числа нейронов растет. Сейчас самая большая в мире нейронка приблизительно соответствует, число нейронов приближается где-то между пчелкой и лягушкой. То есть, по сути, создан организм, мозг организма, который поумнее, наверное, пчелки и поглупее лягушки. Но если так дальше пойдет, то в середине этого столетия мы можем ожидать количество нейронов в нейронных сетях, искусственных нейронов, естественно, в компьютерах, будет соответствовать мозгу человек. Представляете, всего 50 лет и может быть такой получится такая нейронная сеть, которая, по сути, будет человек-андроид. А плюс сюда у нас квантовый компьютер появится и так далее. Все это будет компактно считаться быстро и страшно подумать, что может быть. Тем не менее, это научный факт. Как вы поняли, Big Data нужна, чтобы обучать нейронные сети и другие алгоритмы машинного обучения. Но, почему нейронки? Дело в том, что Big Data было и раньше, но предыдущие алгоритмы, которые были, обучающиеся, они не способны эту Big Data вместить в себя. Они тупые, они полоские. Вот, раньше используют байский классификатор, логистическую регрессию, машинопортный метрор, факторизацию всякую. Слои нейронная сеть гораздо умнее. Почему? Потому что она мощнее у несколько слоев. Она имитирует мозг живого существа, в ней присутствует факторизация слоев, то есть, когда вы берете несколько слоев ставите, это равно, по сути, одному огромному слою в экспоненциальной зависимости. Ну, то есть, либо вы раньше делали огромную сеть с десятками тысяч параметров, либо сейчас делаете маленькую нейронку с тремя слоями, небольшую. По сути, то же самое получается. То есть, за счет глубины вы добавляете ум и нелинейность. Нейронные сети обрабатывают хорошо нелинейные зависимости между входными данными, по сути, уподобляясь мозгу. Поэтому, а предыдущие модели, большинство предыдущих моделей, байсовский классификатор тот же, логистическая регрессия, машина полуровых векторов, они основаны на более примитивных подходах. Ну, например, байсовский классификатор основан на том, что артрибуты между собой независимы. Поэтому называется наивный байсовский классификатор. Вот, на самом деле, в жизни мы понимаем, что атрибуты часто между собой зависимы. Пошел на три буквы, мы понимаем, куда, то есть, слова друг от друга зависят. Уже мы видим, даже в языке. Поэтому, нейронки, они потенциально гораздо мощнее, и мы видим это в экспериментах. Так, коллеги, задавайте вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, с удовольствием отвечу. Итак, возникает очень, вот вопрос сразу же, да, у вас, а что делать, если данных собрано мало? Ну, вы не можете себе позволить собрать, например, миллион информации, миллион строк о деятельности ваших клиентов на сайте, о товарах и так далее. У вас там есть 10 тысяч строк, вы собрали, 20 тысяч строк, 5 тысяч строк. Что делать? На самом деле, если у вас данных вообще мало, в некоторых режимах нейронки все равно будут работать нормально. Но, если данных вообще катастрофически мало, вы можете начать с простых алгоритмов, вот которых я сейчас говорю, плоских алгоритмов. Это байсовский классификатор, логистическая регрессия машинопорных векторов, деревь решений, и вот буквально на днях наш любимый Яндекс выложил библиотеку CutBoost, которая работает с алгоритмом градиентного бустинга, деревьев решений, обучающихся градиентным бустингов. Ну, по сути, что это такое? Это такая тупая модель, которая тоже тупая, она плоская, но она строится в виде наслоения одного дерева на другое, каждое следующее дерево решений компенсирует ошибки в предыдущем дереве решений, это все последовательно обучается, и по результатам эти модельки на небольших данных, на небольших объемах, на Кегле, например, это сайт Kegel.com, где проводятся соревнования, эти модельки работают очень хорошо, они, конечно, с нейронками не способны соревноваться, но, как бы, для большинства задач простых, они, скорее всего, вам подойдут, то, что вы можете, то, что дальше, о чем я буду дальше говорить, об алгоритмах в бизнес-премене, вы можете решать не с помощью нейронов, а с помощью вот этих вот библиотек. Возьмете CatBoost Яндекса, нашего любимого, через него решите задачу, а если потребуется или вы соберете больше данных, тогда вы просто уже прыгнете в нейроны. Поэтому не цепляйтесь к нейронкам, просто мы сейчас говорим об алгоритмах, о типах решения и бизнес-задачах. Значит, про разрыв между нейронками и традиционным алгоритмом я уже сказал. Нейронки потенциально гораздо мощнее, но их дольше обучать, дороже обучать, как правило, вам потребуются графические карты, ГПУ для серьезной работы с нейронными сетями. Но тем не менее, они потенциально и по факту мы видим гораздо мощнее традиционных алгоритмов. Поэтому держите их в запасе, если что, вы можете с ними дальше работать. Дальше, что повлияло на третью волну появления нейронных сетей и бума? Повлияло ГПУ, появились ГПУ универсальные, ну это графические карты, на которых можно обсчитывать нейросети и другие алгоритмы. Как это работает? Ну просто я беру матричные операции, которые, допустим, я на PHP должен выполнять, не на Явоскрипте, это очень долго и сложно. Я выполняю прямо внутри графическая карта. Это довольно простые элементарные операции, матричные, линейная алгебра. Простые элементарные операции, просто их надо делать много и параллельно там в тысячи потоков. Это умеет делать графическая карта. То есть, у вас 4 ядра в процессоре, 8 ядер, а в графической карте тысячи ядер. И они одновременно выполняют вам там операции с матрицами, умножают матрицы. Появились ГПУшки, вот, CUDA, это популярная библиотека для работы с ГПУшками, Nvidia. Они позволили работать с цензорами и подтянулось железо. Появились у нас фреймворки Spark, на скале написано Hadoop, Amazon S3, языки функциональные, но Haskell опять к нему интерес опять вернулся, Scala, Fsharp, функциональные языки для обсчета математически. Поэтому и софт как бы подогнали нам, и софт для управления кластерами появился, если у вас много данных, и ГПУшки появились. Поэтому сейчас очень легко взять и что-то быстро посчитать, как модель обучить. И последние два года у нас парад фреймворков бесплатных для обучения нейронов. У нас появился TensorFlow от Google, прекрасный фреймворк, раньше назывался TensorFlow, в кавычках slow, он тормозной, сейчас его доработали, он в принципе гораздо лучше. Это самый, наверное, богатый фичный фреймворк, тем не менее, есть Torch, фреймворк, который написан на Lua, LuaJIT, это а-ля JavaScript. Tiana, который работает с Python, это тоже университетская разработка канадская. Keras, это надстройка либо на Tiana, либо на Terser Flow, я часто использую Keras в прототипах. Интересный очень фреймворк, я рекомендую вам начинать с него, так как он самый простой, понятный, там правда Python в основном, PHP на самом деле нет нигде, но тем не менее, это языки простые, вы освоите их довольно быстро за три дня. Дальше у нас идет Deep Learning 4G, это фреймворк на Java, который также работает с тензорами эффективно, CNTK, фреймворк Microsoft. И Destiny, обратите внимание, Destiny интересный фреймворк для работы с широкими плоскими нейронками от Amazon. Amazon рекомендует в этом фреймворке делать персональные рекомендации и предсказания по каталогам. Ну и Kaffee, да, это, и еще другие есть фреймворки, то есть по сути вы можете сейчас взять любой фреймворк, начать работать и предсказывать, улучшать работу сайтов, ваших проектов бесплатно, ну как бы все готово, пожалуйста, на GPU ставьте, даже без кипу это все будет работать. Что еще происходит сейчас? Вендоры скупают ученых, сейчас бум на математиков, талантливых математиков, преподавателей кафедр, профессоров, скупают крупные вендоры. Я на леку, на известного, да, сейчас привлек на работу в Facebook. Андрей Н, известный ученый в области машинного обучения математик, его привлекли в Байду, он, правда, достали, он уходящийся оттуда. В Google работает создатель Ганов генеративных состязательных сетей, ученик Джошуа Бенгио, очень известный такой вот способный человек Ян Гудфиллу. В Salesforce работает тоже ученый из университета, известный, по-моему, Стэнфорд, поправьте меня, это Ричард Сочер, это ученые. Какие-то ученые сейчас ушли в OpenAI, и там открыто разработаете алгоритмы. Мы видим, что интерес бизнеса поднялся к ученым, к математике, кибернетике, платят им хорошие деньги, профессия востребована, значит, что-то есть, значит, бизнес нащупал. И сейчас идут очень большие инвестиции и в Бигдату, и в машинообучение в этих людей, чтобы они работали в компаниях. Мы сейчас поговорим, почему привлекают ученых. Ну и подзанавес небольшой вступление, это как работает нейронка. Я не буду вам рассказать, как работает нейронка. Вы сами это знаете, хорошо. Она работает как наш мозг. Мы какую-то информацию берем, мы ее запоминаем, нам показывают примеры в школе, мы так учились, а потом мы сдаем экзамены, мы что-то помним. Как правило, мы помним не точно, и нейронка тоже никогда практически не дает точных ответов. Это такая модель, ну как бы сказать, вероятностная, и она способна еще, ну помимо того, что она способна там допустим принимать решения, да, нет, определяет там женщину, мужчина любит, не любит и так далее, она способна еще видеть сны, ну как бы сказать, создавать изображения. У меня в конце презентации про это я вам расскажу, очень интересный кейс, как нейронка может бредить и создавать какие-то вещи сама. Ну по сути наш мозг, просто вспоминаете, как вы думаете, и по сути так работает нейронка. Обучается на примерах, обобщает данные, обобщает, обобщает, и дальше у вас рождаются абстрактные мысли, вы уже можете мыслить категориями, форме, алгеброй, по сути как нейронка. Первые слои это детали, а потом уже пошли концепции. Я думаю, понятно, где подвохи, все хорошо, где подвохи. Так, вопросы у меня, а чужие данные достаточно, можно брать на стороне? Да, данные можно брать на стороне, у покупателей, например, у мобильных операторов, но я рекомендую вам собрать свои данные, работать с ними, плюс, вы можете обращаться к помощи специализированных команд, дата сайентистов, я имею в виду, дата сайтистов, которые занимаются, математики занимаются этим анализом, но это когда припрет у вас. Я вам рекомендую все-таки не лезть, не тратить сейчас деньги никакие, если у вас есть данные, вы собрали какие-то клиентов на сайте, или у вас, вы хотите это сделать, сделайте, соберите, затем возьмите простой алгоритм, вот типа от Яндекса, да, к от Бусту, и на нем проведите эксперименты. Вы дальше увидите, как это работает, как это просто, как это интересно. У вас получится результат, ну, на несколько процентов, скорее всего, хуже, чем у каких-то профессоров, поверьте мне. Поэтому, может быть, на этом вы остановитесь, и это будет работать у вас в бизнесе, принести вам деньги, и решать ваши задачи. какие подвохи? Первый подвох, нужна Big Data, мы об этом уже поговорили, я думаю, веб-разработчики умеют собирать данные, умеют писать в логе, умеют писать в базу, поэтому тут, я думаю, проблем у вас таких не будет. Если у вас очень много данных, посмотрите на Hadoop, туда можно данные класть. Дальше, очень большая проблема сейчас, с применением алгоритма машинного обучения, состоит в нас, в самих людях. В технологиях проблемы нет, в математике там нет проблем, особых, проблем в нашей голове. Мы не понимаем, как эти вещи можно применить для бизнеса, хотя применение масса. Это новые алгоритмы, и нам надо привыкнуть, у нас в голове должны обрасти нейроны, прорасти, которые научат нас эти задачи правильно прикладывать и решать. Крупные вендоры этим уже давно пользуются, они уже зарабатывают на это, а мы еще не научились. Почему? Потому что нейронки и алгоритмы, они говорят вам, я могу провести классификацию, уйдет человек, не уйдет, купит, не купит товар. Кликнет на ссылку, не кликнет. Я могу провести регрессию. Что такое регрессия? Я могу предсказать по входным данным, к вам пришел покупатель на сайт, я смотрю его профиль, и я вам говорю, сколько вам денег принесет, сколько он хитов может сделать на сайте, на какую сумму он может совершить доказ. Я предсказываю цифру, это регрессия. Я могу кастеризовать данные по группам математически, и вы можете после этого заниматься таргетированным маркетингом. Я могу иногда понять причины, почему человек кликает на ссылку, а человек не кликает на ссылку. А у вас задача, бизнес какие задачи? Как вылечить прибыль, как удержать клиента, как предложить самое нужное? То есть, состыковать вот эти два, две семантические модели сейчас сложно. Такие же трудности встречало человечество 50 лет назад, когда придумали компьютеры. Люди тоже, ну, как бы, не понимали, а что с компьютером можно делать. А сейчас уже игры делают, типа GTA. Да, то есть, по сути, мы переложили язык в физику, математику, графику на язык машины тюринга, на язык программирования. Понимаете, что произошло? Сейчас, как бы, бизнес объединился с программистами, с аналитиками, с людьми, которые делают железо, и мы делаем игры. На самом деле, казалось, что это все невозможно, это очень сложно делать. То же самое сейчас. Машина тюринга новая появилась, а-ля машина тюринга, а-ля нового алгоритма. Как их променять, пока не научились. Но, тем не менее, это обязательно будет, обязательно у нас появится, и уже сейчас мы видим кучу бизнес-применения этих алгоритмов. Надо просто начать вам думать. И вебинар этому и посвящен, чтобы мы начали думать в этом направлении, и вы сами увидели, где это можно применить. Третий подвох. Много математики, к сожалению, масс-алерты, так называемые. Язык, на котором алгоритм описан, они ни хрена не понятны, язык людям. Большинство непонятен. Ну, что тут написано? Вы понимаете? Я понимаю, но, чтобы это рассказать, там надо, не знаю, полгода задачки решать. Поэтому в этом проблема сейчас. И мало людей, кто может интуитивно просто рассказать о нейронных сетях. Вот, пожалуйста, вам вставка, выдержка из книги по нейронным сетям. Модели Маркова, вот, пожалуйста, Restricted Boleskine Machine. Да, блин, тут ужас какой-то вообще, о чем тут речь. Тем не менее, вот пока информация в сети такая. Это неправильно. Надо с этим бороться. Поэтому, если очень серьезно заниматься и писать архитектуру, надо обладать математикой, но таких людей мало, и на самом деле, я вам скажу, что это необязательно. Берите готовый алгоритм, он будет работать. Не лезьте сюда. Четвертый подвох. Берете модель, в интернете работает, на данных интернета все нормально, датасетом работает хорошо, на ваших данных работает плохо. Что делать? Лезть в модель, что ли, расколупывать нейронку? Нет. Вы не сможете это сделать. Вам нужно будет несколько моделей просто разных попробовать. Поэтому, есть некий риск, что на тех данных работает в интернете хорошо, а у вашего партнера веб-студии разработчики нейронка взлетела, а у вас не взлетает. Почему? Потому что у вас другие данные, у вас другие информации в данных. С этим данным она не будет работать. Поэтому, надо модель просто поменять. Имейте в виду, риск такой есть. А, чтобы понять, почему, вы не поймете, потому что надо влазить во внутрь, знать математику. Вот. Пятая цепочка. Ну, я думаю, это не грозит веб-разработчикам. Нужно создать цепочку сбор данных, фильтрация валидации, я сказал, обучение модельки. И дальше на сайте вы там на пи-ч-черс даете предсказание и контролируете, насколько качественно предсказание работает. Если, если бы не были разработчиками, мы с вами, у нас всегда полный цикл разработки. От ТЗ до БПВ, на БОИ, до веб-сайта, который работает надежно для клиента. Мы это умеем. Мы делаем эти полные цепочки. на БОИ выложить. То есть, у людей проблемы возникают с этим. Как вообще эту цепочку организовать. Поэтому подвох. Глубокий вдох и пошли нейронки. Тут вот сразу я кидаю с корабля на бал. Страшная такая нейронка есть, которая работает внутри Google Play. Эта нейронка, тут вот, вы меня слушайте и смотрите на диаграмму. Эта нейронка собирает данные об истории кликов пользователей в Android, а Google Play. Собирает это, тренирует модель, а дальше предлагает вам Google Play интересные предложения, которые могут вам понравиться. И чем предложение более релевантно вам, тем оно будет выше. Вот. Зачем это делать? Ну, понимаешь, чтобы денег заработать. Тут вообще сейчас задача, сейчас стоит задача и в Google Play, и в Амазоне, и в любом интернет-магазине, и в CRM. В любых CRM стоит задача дать человеку информацию, которая позволяет ему решать его бизнес-задачу максимально эффективно. То есть, убрать лишний мусор, убрать всякую вот эту вот чушь, которая сыпется, и мы не знаем от этой чуши, как которая в Facebook ведет валом, что с ней делать. И сейчас все занимаются ранжированием, чтобы вам дать информацию, которая нужна в данный момент. Вот, в данном случае, тут очень сильно помогает нейронка. Как она устроена? Она устроена следующим образом. На вход подаются все данные о человеке. Возраст, пол, демография, какими устройствами пользовался, все, что есть. Не знаю, сколько раз чихнул, сколько раз чай попил. На самом деле, все собирается, что есть. Если у вас есть информация, на вход нейронки подается. Дальше подается, какие у него приложения установлены. А дальше нейронке дается приложение, другие, которые у него еще не установлены. Нейронка говорит, насколько вероятно это приложение будет ему интересно. Все. Очень тупая, плоская, широкая нейронка. Как она работает? Она обучается по истории вот этих взаимодействий людей с Google Play и дает прекрасный результат, позволяет Google зарабатывать на нас деньги. Вот пример нейронки. Еще раз. На вход подаем все, что можно. Собираем все. Аналогично работает Catboost Яндексовский. На вход засунуете все, что есть. На выходе предсказания берете товар, который человек еще не видел. И нейронка подсказывает вам, покупайте этот товар. Либо нет, с какой вероятностью. 0,9, 0,8, 0,7. Ну это процентов. 70%, 80%, 50%, 10% и так далее. И вы показываете людям только те товары, которые с большей вероятностью он купит, ему интересно. И у вас сразу чек возрастает. Берем пример с Google. Как это работает? Вот здесь немножко математики. Я вам уже про это рассказал. Я думаю, вы меня поняли и суть поняли. Поэтому формулу можете не смотреть. Здесь просто, это то же самое, что я вам сказал, просто формально расписано. Какие другие кейсы? Мы дальше про кейсы будем говорить. Я сейчас немножко их собрал в сайте. Давайте вот сейчас в мозг засунем эту информацию. Дальше будем ее разжевывать. Значит, предсказание следующего действия. Можно предсказывать, какое следующее действие совершит человек на сайте, на вашем сайте, допустим, магазин на Bittrex. Кластеризация. Вы можете сгруппировать ваших пользователей сайта или CRM, либо в Bittrex, либо где-то в интернет-магазине каком-то там, либо просто в интернепрессе, на группы и дальше заниматься таргетированным маркетингом по этим группам. Для чего? Чтобы каждому посылать релевантную информацию. А не всем все. Сейчас. Это работает плохо. Дальше. Можно предсказать, кто из ваших клиентов сайта и проекта уйдет и его удержать, ибо удерживать клиента дешевле, чем привлекать нового. Мы все это знаем. Вы можете узнать, кто из сотрудников уволится, если у вас сайт занимается сотрудниками. Или это корпоративный портал, например. Можете посчитать, кто из людей уволится. Легко. Алгоритмы есть. Дальше. Столько стоит квартира, машина. У вас сайт, доска объявлений, например. Вы можете сделать регрессию математическую и предсказать, какую сумму можно цену поставить за этот товар. Либо вам приходит товар на склад, вы можете примерно уйдеть сумму, например, б.у. какой-то товар. Это работает уже давно. Авито и так далее этим пользуются. Модель очень простая, давайте делать. И, конечно, персонализация контента. Какие товары порекомендовать, какие статьи порекомендовать, какие друзья порекомендовать на сайте, какое меню порекомендовать, какие разделы каталога порекомендовать. Да все. Все, что нужно человеку на сайте, можно построить на базе рекомендаций, на базе ранжирования. И тогда человек будет работать с самой важной информацией. А не лазить 20-ти уровнях в меню. Черт, где здесь батарейки найти в этом магазине. Понимаете? Сейчас все по этому поводу идут. Сокращают интерфейс, оставляют самое необходимое. Где брать людей? Ну, если у вас очень много данных, естественно, там миллионы, там срок вы собираете, вам нужны и программисты хорошие, и админы. Если у вас немного данных, вам достаточно одного толкового разработчика. Если у вас сложные математические модели и сложные нейронки, вам потребуется кто-то один, который хотя бы закончил физмат, знает, что это математика и будет консультировать всех остальных ребят. Если у вас обычно алгоритмы, которые вы применяете при выприкладнике, вы не будете заниматься тюнингом, вы будете брать готовые модели, тогда вам нужны только разработчики, и можно даже на PHP только. Они разберутся, вам поставят модель без всяких математик. Вот продуктовно должен быть особо здесь. Я вам рассказал про семантический разрыв, о том, что нейронки и модели говорят нам о классификации, регрессии, о кластеризации. А продуктовно мыслят, как денег заработать, как что в продукт засунуть. И вот нужно, чтобы продуктовно понимал, как то прикрутить к бизнесу. Менеджеру нужны, естественно, это понятно, тут я пошутил. Часто для нейронок или алгоритмов машинного обучения, скорее всего, вы будете делать это на питоне. Это простой такой же, как PHP. Я думаю, на питоне вам достаточно. Больше не лезьте в дебри, не лезьте в джаву, не лезьте в скалу, в спарк, потратите время и выбросите просто деньги на ветер. Начинайте с простого, с питона. Если уже потребуется сильно что-то, ну тогда уже там копайте дальше. Давайте поглубже, думаю, нырнем. Теперь немножко, мы как бы понимаете, сейчас мы с вами слоями по спирали уходим внутрь, чтобы постепенно, постепенно у вас как бы вы поняли, о чем я говорил и увидели кейсы применения. Копаем чуть-чуть глубже. Если подходить строго к машинному обучению, то мы разработчики знаем, что мы знаем логику хорошо, релекционную алгебру, теорию автоматов, ну эти регулярные выражения, да, комбинаторику, это тоже релекционная алгебра, это всякие вот эти выборки. Как правило, ну кто-то проходил дискретную математику, кто-то проходил теорию графов, да, допустим, теория, у кого-то была линейная алгебра, у меня, например, не было, или была, я даже не помню, что там было, мы проскочили быстро. Вот эти все вещи, интегральные дефицитальные учисления, теория вероятность, эти все вещи, они очень сильно и активно используются в машинном обучении. Без хорошего их знания, глубокого, будет сложно разрабатывать новые алгоритмы. Но мы с вами не собираемся заниматься, мы будем использовать готовые алгоритмы. Поэтому, просто для сведения, если вы хотите туда лезть, весь этот набор научных дисциплин нужно знать хорошо. Если вы это не знаете, ну, тогда берете готовое. Я к тому, что не лезьте в дебри, не пытайтесь взять и начать учиться. Вот я сейчас буду читать, разбираться, как работает алгоритм машинного обучения. И вы ничего этого не поймете. Года три берите, если вы хотите серьезный разработчик, тогда разберетесь. Дальше. Не надо думать, что наука такая умная и дает вам ответ на все вопросы. Это вранье. В науке масса, масса неисследованных областей и в математике, и кибернетике, и нейросетях, и машинобучении там куча просто недоказанных теорем. Но, тем не менее, для практики, для бизнеса сейчас считается, что нейросети работают хорошо. Их можно использовать в продакшене. Мы их слабо исследовали. Понимаете, что происходит? Мы их слабо исследовали, но, тем не менее, они приносят нам пользу. И поэтому, пока там теорему докажут, через тысячи лет, может быть, их уже можно брать. По сути, сейчас мы влезли в математический космос, в кибернетический космос, который работает, нам помогает, мы не понимаем, чем это может обернуться, но, тем не менее, это интересно работает. И мы начали их уже там внедрять. Представляете, что происходит? Ящик Пандоры, на самом деле, я серьезно об этом говорю, без всяких улыбок. Что-то происходит очень интересное такое, очень перспективное, но совершенно непонятное, почему это работает. Тем не менее, так вот сейчас, вот такие дела в науке. По поводу машинного обучения еще момент. Я вам уже говорил и еще расскажу. Машина обучения начинается тогда, когда мы не можем либо очень дорого формально описать все правила. И в Зен, и в Зен, и в Зен, мы как программисты описываем правила. Когда таких правил тысячи, сотни, и нужны эксперты, и это очень сложно все. Например, как понять, что сказал человек, как, например, распасить язык, предложение. Представляете, сколько там связей, сколько слов, сколько там всяких отношений между словами, как нужно семантический граф строить отношения между словами. Это все очень сложно, задачи считаются IE hard, IE это Artificial Intelligence Hard. Задачи считаются сложными, и поэтому их в лоб не решают. Это очень дорого, очень долго. Ну, очень сложная задача. Есть, понимаете, есть. Вот наше мышление и машинное обучение это сложная задача. Их решают через задницу. Берут, говорят, вот тебе примеры, учись на них, а дальше попытайся мне подражать. И вот эта машина чудесным образом учится, и дальше подражает человеку, причем так хорошо, что в некоторых задачах она даже становится на уровне человека и даже работает лучше, даже быстрее человека. Представляете, что происходит? То есть, по сути, мы себя клонируем, мы не понимаем, как мы работаем, но мы просто клонировали кусочек себя, и эта штука начинает нам уподобляться и помогать. Чувствуйте разницу. Мы не понимаем, как, но мы себя клонировали, ну как вот, я не знаю, что такое жизнь, тем не менее, я умею размножаться, я рожаю детей. То же самое происходит. Мы понарожали кучу детей, почему мы не знаем, нам хочется, женщины нравятся, мужчины нравятся. Вот это же, что происходит в нейронных сетях, мы их понарожали, как они работают, непонятно, алименты платить там никто не хочет, тем не менее, это уже работает в продакшене. Вот что произошло. Ну, слайд на самом деле более глубокий, я здесь хотел рассказать про Каминс, про Нечерку-кастеризацию, про Модель Маркова, но я не хочу вас сейчас грузить этими деталями, просто интуитивно. Машина обучения, учимся на примерах, как это работает, непонятно, как вот детей делаем, то же самое. Вот так работает и нейрон. Дальше. Если вы заглянете на сайты, посвященные машинам обучения, например, Скай Китлевна, известный сайт на питоне, вы увидите, что нейронные сети описаны в самом конце. Не надо этого пугаться. Да, нейросети, чтобы понять, ну, надо дешевизуально понять предыдущие алгоритмы, всю эту теорию, но не верьте этому. На самом деле, можно их брать, использовать и не париться. У вас все описано, берете алгоритм, настраиваете, используете, все. Не бойтесь, что это в самом конце описано. Не надо бояться. Идем дальше. Теперь, чуть-чуть, как работает нейронка. Вот, буквально кратенько. Нейронка работает, нейрон, она устроена из нейронов. Нейрон принимает на вход данные, цифры некоторые, ну, сигналы, ну, назовем цифрами, которые измеряют сигналы. Например, там, частота пульса, там, количество приходов на работу, цвет кожи, там, ноль, там, черный, один, желтый, два, белый. Цифры. Какие-то цифры на вход, потом она их умножает на коэффициенты, и суммирует. Все. На выходе получается еще одна циферка, которая, например, на выходе может быть минус 1000, а ей плюс, например, 100500. Большой разброс. И эта циферка прогоняется через, так называемый, сигмоид. Некую функцию, которая эту циферку сжимает нам до интервала 0,1, или минус 1,1. Ну, нормирует ее. Все. То есть, на вход я там даю какие-то параметры от человеки, на выходе она берет, дает мне циферку от 0 до 1. Просуммировала это, умножила на коэффициенты, просуммировала, дает циферку 0 до 1. Вот это суть работы одного нейрона. Что в этот момент происходит? В этот момент, на самом деле, вот эти входные данные, а зачем это делать? На выходе я получаю вероятность того, уволится человек или нет. Либо купит он этот товар или нет. То есть, я на вход подаю свои параметры, историю своих покупок, а дальше ID товара. Вот у меня тысяча товаров, я этот товар зажигаю в нейронке. А на вход подаю просто единичку в этот вход в нейронке. Дальше она мне дает вероятность, интересен ли мне этот товар или нет. Поймите, насколько это просто. Это очень просто, элементарно. И, как это работает? В этом случае, почему это работает? Система комбинирует данные обо мне и о товаре, который приходит, комбинирует их в многомерном пространстве, строит плоскость, вот такую вот плоскость. И дальше определяет, вот эта вот комбинация находится в плоскости, которая способствует покупке, либо нет. И все. На самом деле плоскость. Но это работа одного нейрона. Когда нейронов много, у нас получается нейросеть. Нейросеть стоит строить в многомерном пространстве вот эти вот плоскости, их много плоскостей. и угадывает, допустим, она абстрагируется от деталей и угадывает некие концепции. Дальше у нас стоит еще один слой нейронов, который еще одни концепции строит. Но по сути вы должны понять, что это чисто обычная комбинация чисел умножения сложения, затем нелинейность. Таким образом, в многомерных пространствах определяется все-таки вероятность того, куплю этот товар или нет. Как это работает чуть дальше? Смотрим. Чтобы понять чуть глубже, как это работает, почему тут у нас умножение и сложение, нужно вспомнить, что такое скалярное произведение векторов. Я не буду вас этим грузить. Есть такая математическая операция определенная в векторных пространствах. Скалярное произведение векторов. Вот к нему выводится то, что надо все складывать, надо сначала помножить веса на вектор, а затем сложить. После этого через теорему о нормальной плоскости производится сложение, умножение, и то, что у нас на выходе получается циферка какая-то, это все выводится через эту теорему. Я могу вам сейчас вывести эту терму, рассказать детали, но я не хочу грузить, поверьте мне на слово в данном случае. То есть мы говорим здесь плоскости, нормальные, сложение, вектора, многомерные пространства, и на выходе мы пропускаем циферку через сигмоид, функцию, которая на входе черт знает что у нее, на выходе у нее нормальное значение от 0 до 1 до 1. И после этого мы определяем, в какую часть плоскости лежит решение. В плоскости покупать, либо в плоскости продавать. В плоскости уволиться, либо не уволиться. В плоскости, допустим, рекомендовать товар или нет, и так далее. Все. Очень простая математика, но просто нейронов много, слоев много, и мы с вами получаем результат. Функции активации, вот эти на выходе, которые дают нам нелинейность, их у нас может быть несколько. На выходе может быть и функция, например, soft sign, которая, точнее, не буду сейчас грузить, тем, короче, функции несколько, они выбираются, опять же, методом тыка часто. Вот. Что работает, что нет, не всегда понятно, поэтому ими можно экспериментировать. Тут у меня кадр смешной. Так, здесь показан алгоритм, как все-таки нейронка работает с циферками. Здесь нейронка с двумя входами, и здесь вот у вас внутренний слой, ну, точнее, входы, один слой и выход. Вот. Здесь можно посмотреть, что это действительно работает на калькуляторе, и вы можете это проверить, чтобы вы почувствовали, поверили, что это очень просто, на самом деле, работает. Вот. Вот. Вопрос теперь, когда обсчитывается нейронка, мы работаем с матрицами. Можно с матрицами не работать, как я вам сказал, просто циферки и умножения, но удобнее работать с матрицами, поэтому цифры кладутся в матрицы, матрицы перемножаются. Вот у нас тут есть пример перемножения. Ну, если вы не помните, как они перемножаются, ничего страшного. На выходе получается то же самое сложение и умножение циферок. Вот. И, что важно, как эта штука обучается. Вот это важный момент. На выходе мы получаем ошибку. Допустим, мы взяли, подали все параметры человека и товар, который он смотрит, на вход. На выходе должны были получить единичку, что он товар купит на самом деле, а нейронка говорит, что ноль не купил. А мы знаем, что купит. Мы получили ошибку. Чтобы эту ошибку, чтобы нейронку подучить, мы считаем производные ошибки, вспоминаем производную со школы, и прогоняем вот эту ошибку обратно по весам всех связей нейронов. И корректируем немножко веса. Что происходит у нас? Кубин матрицы, наверное, не нужно, не интересно. Мы распространяем обратно ошибку и корректируем веса. Смотрите, что происходит. Я вам расскажу на языке электрика. У вас есть вот эта нейронная сеть из проводов. Провода разной толщины. На вход подаю сигналы разной мощности. На выходе у меня лампочка либо загорается, либо не загорается. Допустим, она должна загореться, она не загорелась. Я беру обратно, вижу ошибку, обратно прохожу по всем проводам и меняю толщину этих проводов. Так, чтобы лампочка чуть-чуть загорелась. Чуть-чуть. Дальше следующий пример беру. Если ошибки на выходе нет, я провода как бы не корректирую. Толщину проводов не корректирую в этой сети. Если ошибка, я опять толщину проводов корректирую. Самое удивительное в этом процессе то, что на входе вы подаете примеры совершенно в смешанном порядке. У вас смесь. И после каждого прохода нейронки обучающего вы примеры перемешиваете. Но тем не менее, чудо в том, что как бы вы эти примеры не перемешивали, при обучении нейронки у него внутри выстраивается стабильная схема, стабильная толщина каждого провода такая, что потом у вас получается некий мозг, который очень хорошо, иногда приближаясь к уровню человека, может определить, купит человек этот товар, либо нет. Рекомендовать ему эту ссылку, нет. Поймаете, что происходит. Чудесным образом по данным нейронка всасывает информацию из данных, либо другой алгоритм машинобучения. И все, и дальше он работает. Очень просто. Просто как бы прогнали данным, там не знаю, сто раз. Веса у нас сориентировались, и дальше алгоритм работает. Прекрасно. Функции стоимости на выходе разные есть. Обычно, ну вы возьмете какую-то стандартную, тем не менее, их можно менять. Они определяют, как учить нейронку. Вот видите, тут какие-то математические страшные штуки. Ну вы слушайте меня интуитивно и понимаете, что какую-то стандартную вы возьмете. Ну, допустим, если будете использовать керос, вы скорее всего возьмете бинарную корсантропию или категорическую корсантропию. Если вы сейчас начнете читать, что это корсантропия, вы садитесь с ума, а у вас из ушей пойдет кровь. Потому что там теория информации. Просто берете, используете популярную функцию, как написано в инструкции, либо мне напишите, либо в интернете почитаете у людей и используете ее. И не лезьте в дебри. Их всего используется несколько. Дальше. Вам нужен фреймворк, который бы работал без того, чтобы вы там занимались какой-то математикой. Для этого возьмите фреймворк, например, Keras, в котором есть автоматическое дифференцирование. Либо возьмите Torch, либо Tiana, либо TensorFlow. В Deep Learning 4G нет автоматического дифференцирования. Вам придется производные прочитывать самостоятельно в вашей нейронной сети. Поэтому в каких-то блоках, точнее, нейронной сети. Так, как бы, есть обычные нейронные сети, там ничего прочитывать не надо. Но если вы будете, как мы делали в битриксе нашей нейронки, мы списали свой узел, пришлось автоматически там прочитывать производные. Поэтому не лезьте в эти дебри, берите фреймворк с автоматическим дифференцированием, и тогда вам не надо будет заниматься математикой. Теперь для обучения нейронной сети выбирают какой-то метод. Выбирают метод обучения. Обычно это метод градиентного спуска. Ну, я вам рассказал, что такое метод градиентного спуска на языке электрика. Это провода, это лампочка. Если лампочка загорелась, а не должна была гореть, вы уменьшаете толщину проводов, чтобы она собака в следующий раз загорелась менее ярко. И таким образом методом вот этого хаотичного обучения, перетасывая примеры и регулировать толщину проводов, вы добиваетесь того, что вот эта нейронка, она зажигает лампочку правильно. Представляете? Когда надо зажигать, когда надо не зажигает. Естественно, она это делает не дискретно. То есть лампочка будет иногда на 90% гореть, на 80%, на 70%, на 10%. Но тем не менее, это вероятность, это работает. По сути, такой мозг с разной толщиной каждого провода получился. Чтобы такой мозг получился, используем метод градиентного спуска. Вот тут есть краткая теория. Вы выбираете, как правило, алгоритм один, который называется АДАМ. АДАМ – это алгоритм оптимизации. Он его жирно выделил слева внизу. И он будет работать в большинстве случаев. То есть, опять, не усложняйте, возьмите популярный алгоритм обучения нейросети и не парьтесь. Теперь тензоры. Что это такое? Вот страшное слово «тензоры». Тензоры – это матрица. В PHP у нас есть Array. Это такой массивчик. И мы в PHP можем собирать многомерные массивчики различные. Тензоры – это многомерный массив, например, где можно двухмерный, трехмерный, стомерный массив, в котором можно хранить данные. Это тензор. Зачем вообще такое слово придумали? Ну вот в терминологии машинобучения нейронок, я думаю, это появилось, потому что начали использовать GPU-шки, графические карты. Когда у вас такой многомерный массив, вы можете всю свою нейронку засунуть в этот массивчик, всю свою матрицу. Ну, а-ля матрица засунулась в этот массивчик. Матрица – это двумерный массивчик, понятно? А куб – это трехмерный тензор. Понятно? Очень просто. И дальше вы эти тензоры можете между собой складывать, перемножать. Ну, берите, куб с кубом сложили, циферки сложились. Ну, элементарно. Или куб с кубом перемножили. То есть, ничего… Или там добавили ко всем элементам этого куба, допустим, там единичку. Вот что такое тензор. Проблема в том, что когда этих данных много, а у вас, скорее всего, будут эти слои большие, это вычислять долго. И вам нужна какая-то библиотека для работы с тензорами. И вот язык, в котором в этой библиотеке есть. В питоне эта библиотека есть. Называется NumPy. В Java есть ND4G. Дальше, значит, в библиотеке Torch.lua есть библиотека… В файлоке есть тензор библиотека. Если вы будете на PHP это делать, вы убьетесь, это будет очень долго. Поэтому я говорю, скорее всего, вам потребуется Python. Вот. Там это можно делать, либо там в Torch берите Lua, и в Lua такая тоже библиотека есть. Либо это можно делать с помощью C-шных библиотек, которые в системе. Но это дорого. Именно поэтому на PHP тензоры считать долго не получится. А дальше, я думаю, понятно. Ну, вот примерчики, как считаются тензоры у нас на питоне. Ну, тут три строки, короче. Вот. То есть, просто. Примерчик, как считаются тензоры на Java. Это все мой код, как бы, ND4G примеры. Дальше. Как считаются тензоры в керосе. Обычные массивчики тасуются и все. Вот я делаю тут скалярное определение векторов. Вот. И считаю норму. Вот. И по сути, на выходе, вот у нас, мы с вами поняли, как работает нейронка. На входе у нас циферки, данные о человеке, либо данные там, ну, о каком-то событии, которое вы хотите предсказать. Дальше вы корректируете веса, с помощью алгоритма это автоматически происходит. Дальше суммируете веса, и на выходе применяете функцию нелинейности. Ну, это все раньше называлось перцептроном. Сейчас это называется такой нейрон. И когда вы комбинируете, это один нейрон, а вот здесь у вас получается несколько нейронов. Когда у вас входной слой подойдете данные, у вас получается на первом слое 4 нейрона, на втором слое у вас тоже 4 нейрона. Получается, эта хрень работает, суммирует, комбинирует данные, на выходе получается циферка, которая дает вам вероятность события. Купит человек товар на сайте, либо не купит, кликнет на ссылку, либо не купит. И уранжируете эти элементы в рамках вот этой полученной вероятности по убыванию. Очень на самом деле просто, и можно и как бы институт не заканчивать, чтобы эти простые вещи понять. Практически, надеюсь, никому не нужен, так смотрю в ответы на вопросы. Люди пишут, что пока только значок функции активации разобралось с формулой. Ну, формулы я показал как бы для галочки, чтобы не было такого, что я там, ну, человек там ничего не знает, в воду несет. Формулы, ну, если не понимаете их, ничего страшного нет. Вы просто верьте, я вам рассказываю про них, саму суть. Я вам рассказываю, это руль, это переключалка скоростей, сюда можно газ, сюда тормоз. Вот, допустим. Все. Хотите, разбирайтесь с формулами. Но они работают, поверьте мне, они простые, и я выбрал самые простые формулы, и пытаюсь максимально просто это объяснить. Идем дальше. Что можно взять готового? Если вы хотите заниматься анализом данных и предсказаниями, вообще не программируя, вы можете взять RapidMinder, софтинка такая есть, ее можно использовать в предыдущей версии бесплатно, софтинка SPSS, вот, либо вы можете взять язык Python, вот, и к нему есть библиотека SkyCityLeon для классического машинного обучения, там в конце есть нейронки. Можно взять язык R, вы можете взять, если у вас Big Data, Spark ML Lib, все. То есть, библиотек полно. Вот то, что я вам рассказал, это все уже давно реализовано в библиотеках, давно работает, берете, вот, пожалуйста, вот на графике SkyCityLeon для классификации. Куча у вас алгоритмов есть, кроме нейронных сетей. У вас есть базовый классификатор, машинопорных векторов, KNN классификатор, ну, все самые классические вещи, которые были там. Вы можете взять Яндексовский, CatBoost, для регрессии, то есть, для классификации, вы помните, да, это купит-не купит, кликнет ссылку, не кликнет ссылку, перейдет мастер заказа, не перейдет мастер заказа, это классификация. Регрессия справа у нас, это представление циферки, сколько денег мне принесет клиент, сколько там, допустим, времени он со мной останется на сайте, сколько, допустим, месяцев мне слать ему e-mail, то есть, то есть, там масса кейсов, которые сейчас все вендоры крупные используют в регрессии. Предсказание циферки, пожалуйста, берете библиотеку, используйте. Для кластеризации, слева внизу, это кластеризация групп, клиентов по группам, для того, чтобы персонально, с помощью маркетинга, их долбить, таргетировано, пожалуйста, есть алгоритмы, Камин самый популярный, берете, используйте, не думаю. Я дальше расскажу про нее. дальше там снижение измерений, я думаю, пока не надо, я пока это неинтересно. Идем дальше. Допустим, у вас появилась роль аналитика, или вы в планете роли, что нужно? Надо организовать данные человеку, сбор данных, он не программист, работает в инструментах, и у него есть какая-то, ему ходит баска для заданных, все. Ну, появилась роль аналитика. Где хранить данные? Ну, я думаю, в MySQL вам будет достаточно, либо какого-то файлика. Если вы хотите, что-то такое более серьезное, более тяжелое, у вас много данных, ну, посмотрите там на High Peak, SQL MapReduce, посмотрите Impala Presta, мы не используем их, мы используем NoSQL решения, Amazon DynamoDB, в принципе, его нам достаточно. Можете использовать Cassandra. Ну, мы сейчас не будем усложнять, пока вот у вас MySQL файлик, если очень большой файлик, в Hadoop его засовывайте, допустим, на Spark, можно просто посчитать. Ну, по сути, надо вам просто определиться, где вы эти данные будете собирать. Первое, что нужно сделать до всякой BigData и машинного обучения с этим человечком, которого, которого начал заниматься этой работой в компании, разработчик, научите его визуализировать данные. Вот вы собрали какие-то данные, 10 тысяч строк по клиенту, 5 тысяч строк, 20 тысяч строк. Пусть он их визуализирует, пусть построит гистограммки. Начните с этого, вы уже почувствуете, что в этих данных есть. Ну, например, можно визуализировать, кто мои клиенты, возраст, средний чек, интересы. Вот. Можно увидеть корреляцию значений, например, возраст коррелирует с возможностью человека купить, допустим. То есть, просто визуально, что вы можете с данных увидеть. Один из очень простых распространенных кейсов, полезных для бизнеса, особенно в вебе, это гистограммки. Струйте гистограммки на данных. Время прибывания клиента в разделе сайта. Там число плановых подписок пользователей на услуги. Гистограммки. Диапазон и количество людей, которые в этом диапазоне находятся. Начните с этого, и может быть, вам гистограмм будет достаточно. На них, просто, закончите. Ну вот, дальше я по усложнению иду. Кластерный анализ, который вы можете провести с помощью и нейросетей, и с помощью классических алгоритмов. Кластерный анализ зачем? У вас есть клиенты, и вы хотите понять, кто эти люди, в какие группы они собираются. Вот, допустим, простой пример. Смотрите. У вас есть клиенты, и у вас есть 10 атрибутов, которые характеризуют этих клиентов. Например, возраст, количество посещений сайта за последнюю неделю, месяц, год, сколько заказов он совершил, какие товары ему были интересны, какие категории ему были интересны. то есть, все, что есть, какая-то некая статистика, которую вы уже научились собирать. Зачем вы это? Теперь, что мы можем сделать с этими данными? Мы можем их кластеризовать. Что это такое? Вот у вас клиент, например, и у него 50 атрибутов. Если представили, 50 атрибутов, таблички. Вот, 50 атрибутов у нас, это значит, что клиенты ваши, это точки в 50-мерном пространстве. Вы берете, представляете, допустим, у нас 3 атрибута, трехмерное пространство, куб представили, куб, трехмерное пространство. Ваши клиенты это точки. И у вас получится, что в трехмерном пространстве клиенты у вас сгруппируются в некие облачка. В некие облачка это будут кластера. В 50-мерном пространстве 50 атрибутов это будет облачка в 50-мерном пространстве. Но суть остается та же. Зачем это нужно? Вы узнаете, и мы это делали на BITX24, Мы узнали, какие клиенты у нас есть и чем они интересуются. Оказалось, что несмотря на то, что в битрикси24 много инструментов, на самом деле кейсы использования инструментов битрикси24, их всего, допустим, 3 или 4 популярных кейсов. Например, задачи, допустим, задачи вики, видеоконференции, чаты и, допустим, CRM, календарей, что-то такое, что-то такое. Как-то так получилось. Вы увидели на самом деле, как у вас клиенты сгруппировались математически, какие облака. И дальше вы, когда шлете e-mail рассылку, работать с этими клиентами, вы шлете письмо именно в эту целевую группу. Не всем подряд, а именно в эту целевую группу, которая интересна эта. Понимаете, в чем разница? Зачем? Тогда у вас релевантность и лояльность к этому письму будет высокая. Вы можете не слать письмо, вы можете этим людям из разных групп на сайте показывать разные баннеры. По-разному им делать оформление, меню по-разному делать, каталог по-разному. То есть вы будете подходить к человеку персонально, к этой аккаунтной группе, и она вам ответит тем же. У вас увеличится лояльность, у вас качество рекламы и качество маркетинга вырастет в разы. Пример из жизни, когда известный кейс, когда девушки от суп стали приходить квитанции, квитки со скидкой на товары для беременных. А у него дочка, он прибежал и говорит, что за фигня, дочка не беременна, а вы мне стали квитанции для беременных прислать. Они говорят, ну это не мы, это математика так решила, мнейронка. Оказалось, девушка беременна. То есть система ее отнесла к кластеру беременных и стала слать им. То есть машина сработала, мнейронка сработала в данном случае. И человек получил таргетированное предложение. Будет ли этого производить с кластеризацией? Алгоритмов кластеризации несколько. Можно взять самый популярный какой-то, Каминс, и не париться. Как это все? Реализовать это можно быстро, за 10 минут, за 2 часа. В общем, кластеризация делается быстро на данных. Я тут статистику привел как. Поэтому делайте, пожалуйста, пользуйтесь, очень полезная вещь. Если у вас данных много и у вас бигдата настоящая, там кластеризовать будет посложнее. Презентацию скачайте или мы ее на ютубе выложим. Я тут рецепты предлагаю, как мы делали векторизацию и кластеризацию текста очень большого каталога. Мы использовали алгоритм локальности со стим хэшинг. В принципе можно использовать Spark. Но пока, наверное, вам это не нужно. Дальше. Коллеги, что-то я вопросов не вижу. Понятно или вообще какой-то темный лес, космос? Напишите, пожалуйста. Дальше. Персонализация. Идем дальше. Интереснее. Теперь мы будем использовать нейросети для персонализации. Как дать человеку релевантный контент? Как обеспечить релевантные результаты поиска? Как дать клиенту то, что нужно сейчас? Как, с помощью этого, увеличить лояльность? Первое, о чем я хочу сказать, это пока без нейронок, что можно вытащить из бигдаты для персонализации. Мы можем показывать клиенту бестселлеры. Товары, которые чаще всего продаются, и они будут продаваться дальше хорошо. Они, у нас есть вот в правом графике, мы видим, что какие-то товары продаются по оси Х, это товары, по оси Y, это объем продаж. Какие-то товары продаются хорошо, какие-то товары продаются плохо. Вот вся математика рассчитана на то, чтобы продать вам этот хвост товаров, которые продаются плохо, и их много. То есть, первое, мы можем, понятно, что бестселлеры будут продаваться, топ-продажи будут продаваться, но мы можем посчитать, как с этим товаром покупают, посчитать, что покупают с этим товаром конкретно. Обычно статистика, с пивом покупают орешки, и часто это работает. Поэтому это будет не персональная рекомендация, она тоже позволит нам продавать. А дальше мы строим персональные рекомендации. Как? Персональную рекомендацию можно построить с помощью простого алгоритма коллаборативной фильтрации. Когда у вас есть некая матрица товаров и услуг, и вы берете, ну, то есть у вас есть пользователь на сайте, есть товары на сайте, у вас матрица, какой пользователь, какие товары купил, и дальше вы с помощью этой матрицы очень простых операций, без всяких нейросетей, вы предсказываете, какие товары человеку будут интересны. Объясняю интуитивно. Если я посмотрел «Звездные войны» и «Стар Трек», и, допустим, посмотрел «Бегущий по лезвию» фильм, ну, это все про космос, про дроидов, а мой друг посмотрел только «Звездные войны», то система рекомендует моему другу «Стар Трек». Вот и все. Система смотрит друг моих друзей, похожих на меня людей, и будет рекомендовать им фильмы, которые они смотрели, а я не смотрел. Вот в чем суть вообще коллаборативной фильтрации. Там очень простая математика. То же самое с товарами. Если с пивом покупают орешки, и, например, допустим, с молоком покупают хлеб, то если я куплю пиво, то система приведет к мне орешки. Если я куплю пиво и молоко, она покупает орешки и хлеб. Такая логика очень простая. От товаров и от связи зависят рекомендации. Вот поэтому как эту штуку построить? Эту штуку можно построить без всяких нейронок. С помощью библиотеки мы использовали в своем облачном сервисе об библиотеке Махау-тест. Неделька, примерно, заняла реализация основного прототипа. На небольших данных работает прекрасно, требования к железу минимальны. Дальше. Контент-бейст рекомендации работают по-другому. Как работает Яндекс. AdWords. Яндекс. Реклама. Google AdWords. Как работает Яндекс. контекстная реклама. Ваш профиль обладает неким текстом. Выходя по сайту вы как бы управляете интересом. Человек смотрит страницы на разных сайтах, на вашем сайте. Вы собираете все эти тексты, которые он смотрел, в него текстовый профиль в Redis, допустим. А дальше через поисковик вы можете, если человек пришел на какую-то страницу, вы можете сравнить похожую с этой страницей текстовую с его профилем и увидеть, интересно это или нет. Ну, допустим, сейчас я вам пример покажу. Ну, вот вот пример. Как это делается? Собрали тексты, которые смотрел человек в профиль, затем взяли какой-то товар, допустим, если товар по описанию похож на профиль, значит, вы товар можете рекомендовать. Как найти похожесть между двумя текстами? Существуют разные алгоритмы. Самый популярный, один из популярных это косинное состояние между текстами справа приведен. Вот. Реализовать можно легко, без всякой математики, с помощью поискового движка типа Sphinx, типа Solar, Люцин. Мы также сделали наши персональные рекомендации, которые сейчас на Bitex используют Content-Based. Поэтому просто делайте. Что здесь не работает, работает плохо в данных алгоритмах. Непонятно, как рекомендовать, например, хлеб, можно рекомендовать каждый день, а телевизор рекомендовать один раз всего за жизнь. Это пока не работает ни у кого, ни у Google, ни у Яндекса. В общем, пока непонятно, как это сделать дешево, тем не менее пытаются. Там полу возраста тоже пока не делать. Тут уже можно происходить нейронки. Теперь классификация. Я уже про нее говорил. Что это такое? Классификация это, допустим, нам надо предсказать, купит ли человек товар, либо не купит, придет ли посылки, не придет посылки, уйдет ли со страницы сайта, не уйдет ли со страницы сайта, останется с нами, не останется с нами, и так далее. Да, нет, либо классификация нескольких групп. Есть бинарная классификация, есть мультиклассовая, понятно. Бизнес-кейсы, мы их уже говорили, повторим, удержание клиентов на сайте, предсказание, кто скоро уйдет, чарнрейт. Можно найти клиентов, которые пользуются вашим проектом, вашим сайтом, но они еще не платные, вы можете предсказать, кто из них станет платным. Это также кейс бинарной классификации. Найти клиентов, которые готовы купить новую услугу, вашу. Допустим, у вас вышла услуга, вы берете эту услугу, берете базу ваших, ваши данные, которые собрали по клиентам, ваши данные, big data назовем. Вы применяете эту услугу по ним и определяете, какой клиент ее купит с какой вероятностью. И дальше предлагаете только им, но чтобы они спамить остальных, естественно. Также можно найти, кто готов уволиться, и можно определить пол. Это все кейсы, бизнес-кейсы бинарной классификации. Дальше, когда вы определили, что там собирается, вы уже можете его удержать. Например, если вы предсказали, что человек уйдет, при этом вы предсказали, что он принесет вам много денег, вы можете определить ему, сделать для него прогноз, персональные рекомендации, какие товары ему интересны, какие услуги ему интересны, и дальше удержать его этим релевантным приложением. Чувствуйте связь. Три модели, мы удерживаем человека, у нас улучшается вообще бизнес. Мы не теряем людей, мы работаем с ними релевантно. Как это реализовать? Можно без нейронок это сделать, скакет ли он, можно с помощью нейронки классификацию сделать, двухслой нейронки. Это очень простой алгоритм, описан везде, во всех фреймбурках нейроновских. Есть классификации, пожалуйста, делайте, есть бинарные, есть мультиклассовые, копируйте код, 10-12 строк на питоне, у вас будет классификация. Можно сделать за 2 часа. Ну, если вообще не хотите программировать, то делайте в RapidMiner, это вообще будет просто. Качество классификации меряется, я сейчас не буду вас говорить как, но вы просто берете данные тестовые и смотрите, то есть вы обучаете нейронку на, допустим, на 70% данных, она работает хорошо, потом берете 30% данных, которые она не видела и проверяете, как же она работает в боевых условиях на данных, которые она не видела. И вы увидите, что она работает либо хорошо, либо плохо. То есть качество не должно упасть на тех данных, которые она не видела. Она может запомнить входные данные, но совсем плохо работать с данными, которые она не видела. В данном случае находится баланс, замеряется ошибка, классификация на данных, которые она не видела и она держится в пределах таких, которые нужны бизнесу. Ну, например, она должна работать лучше, чем какой-то рандомный выбор. Там, мужчина-женщина, я угадываю пол, кубик кидаю. Нейронка работает лучше. Достаточно для бизнеса. То есть вам это нужно, чтобы вы знали, что это мужчина-женщина, на сайте. Если нужно, и вы можете информацию воспользоваться, отлично, модель используйте, без фанатизма. Так, регрессия. Про регрессию я рассказывал. Это на вход даете данные клиента на сайте, профили его. На выходе получаете циферку, сколько он с вами дней будет работать, сколько он от вас не уйдет, например, месяцев, либо дни, как хотите, меряйте. Вы можете померить, сколько он вам принесет денег. Вы можете померить, сколько это эти данные, которые ввели в форму квартиры, например, сайт, на битриксе, вы продаете недвижимость, вы можете о новых объявлений, предсказывать цену, сколько можно на рынке просить за эту квартиру. Чувствуете? Эксперт не нужен, есть нейронная сеть, которую вы обучили на исторических данных, она вам предсказывает стоимость квартиры, автомобиля, там, б.у. какого-то товара, услуги на рынке. Регрессия. Регрессия делается с помощью, опять же, классических библиотек. Ну вот, один из очень популярных кейсов регрессии, это CLV, Customer Realty and Value. Вы предсказываете, сколько денег вам принесет клиент на сайте. Очень популярный кейс. А дальше, если этот клиент вам лояльный, и вам нужный, и он вам принесет много денег, но при этом он готов уйти, то есть, одна модель вам предсказала, что он с вами будет долго, точнее, эта модель предсказала, что она вам принесет много денег, потому что у вас очень похожи там кейсы интересов, вы влюбились в друг друга. На другой стороне, другая модель предсказала, что он, возможно, уйдет, что-то не нравится ему, но это клиент денежный. Вы комбинируете знания и удерживаете его персональными рекомендациями. Все. Вот вам, пожалуйста, кейс, используемый в бизнесе нейронок для удержания клиента. Он сейчас очень популярный у вендоров. Делать просто регрессию, один-два дня, скокет ли он, без проблем. Реофорсовый леонинг, следующая тема, это тема, которая всплыла, я думаю, очень интенсивно года два назад, когда с помощью рефорсовый леонинга и других технологий обыграли двух чемпионов ПАГО, очень известных. Суть в том, что кейсы применения, я сейчас не буду возгрузить, но давайте просто в голове у нас отложится, это мы создаем наборы баннеров, создаем наборы страниц и проводим оботестирование, ну как бы Н оботестирование, нескольких различных кейсов. Люди ходят по сайту, с помощью рефорсовый леонинг можно увидеть, по какой цепочке совершаются самые выгодные пути и какие элементы дизайна оставить. В этом суть. Сейчас существует в Вебе сервисы, которые предоставляют вот такое автоматическое оботестирование, которое работает с помощью математики рефорсового леонинга. Просто пока давайте это в голове у нас отложится, я думаю, через какое-то время этих кейсов станет больше и можно будет использовать. Но суть в том, что обучается модель на реальных данных с целью привести вашего клиента к заказу максимально коротким путем. Вы эту модель используете на сайте и у вас больше заказов. Идея в этом. Я хотел вам рассказать про рефорсовый леонинг для обыгрывания Atari, как сейчас используется в случае глубокого обучения, но не буду, потому что мы отклонимся от темы. Ну и вот последний алгоритм, который очень популярен, можно использовать. Тут, правда, не нейронная сеть, тут дерево решений, как раз Яндексовский Катбуст для этого подходит. Значит, когда вам надо понять, у вас есть данные и у вас есть, допустим, информация, ушел этот человек от вас либо не ушел, вы хотите понять, почему он от нас ушел. Вы берете профиль в собранную статистику, учите дерево решений на этой статистике, на входе у вас профиль, на выходе у вас ушел, не ушел. И дальше, с помощью дерево решений, вы увидите, какие атрибуты повлияли на решение чека уйти. Для бизнеса это очень полезная информация. Например, он ушел, потому что он звонил в техподдержку столько-то раз, а ответов нормальных, адекватных там уже не было, и он жаловался, что ответы неадекватные. Вот, допустим, так. Либо может быть другая причина, либо третья. Вы анализируете данные профиля и его действий, и причину ушел, человек не ушел. Очень, для бизнеса это очень ценная информация. Важный момент, нейросети, к сожалению, из них очень сложно понять, почему она приняла то или иное решение. Нейросеть может работать хорошо, качественно, предсказывать вам, ушел человек, уйдет человек, либо не уйдет, но вы не поймете, почему она так думает, потому что, ну, вы видите связь нейронов и коэффициенты. Это очень сложно интерпретировать. А деревья решения позволяют интерпретировать эти данные. Они работают часто хуже нейросетей, но на небольших объемах бигдаты вашей они будут работать, скорее всего, лучше. Поэтому, Катбус, Янексовский, либо Рапидмайнер, либо Спаркл Моллиб строите деревья решения, и вот я поставил деревья решения справа. Оно понятное, легко интерпретируется. Стратегия увеличения прибыли интернет-проекта. Первое. Изучаем ваших клиентов, проводим кластерный анализ. Что у нас за люди? Какие группы они делятся? Дальше. Знаем, что провалить нового дороже, чем удержать старого. Поэтому мы начинаем удерживать людей с помощью наших предложений. Мы определяем, кто у нас готов уйти. Начинаем работать с этим. Весь маркетинг бюджет сосредоточен на тех клиентов сайта и на тех людей, которые готовы уйти, и при этом у них высокие силы. То есть, они вам много потенесут денег. Вы видите, что модель поговорит. Этот человек очень ценный для вас. Но он почему-то готов уйти. Что-то случилось. И вы начинаете этих людей удерживать релевантными предложениями. У вас возрастает лояльность, и вы ее меряете. Даете дополнительный персонализированный контент, чтобы у всех людей выросла лояльность. Меню, каталог, баннеры, товары. Используйте наш Bittrex Big Data. Пишите свои сервисы. Если у вас CRM, то вы можете реализовать в маркетплейсе Bittrex ранжирование лидов CRM и, допустим, показывать, так сейчас, этим сейчас занимается активно Salesforce, и показывать наиболее важных лидов, с которыми в менеджерах нужно работать. То есть, всякие ранжирования полезные, только за. Вот, примерно так. Теперь кратенько, сейчас я чай хлебну, про какие нидеросети мы используем в Bittrex. Сейчас расскажу. Так, у меня вопросы. Значит, говорят, хотелось бы более подробно о прикладном использовании. Смотрите, кейсы, вот, после прошлого вебинара был отзыв, что я не понял, как это использовать для бизнеса. Но бизнес-кейсы я же все перечисляю, перечисляю. Все кейсы используйте, удерживайте, проводите кластерный анализ, стройте модели, классифицируйте, кто уйдет, кто останется, проводите анализ, кто вам принесет наиболее важных клиентов. То есть, все кейсы я перечислил. Какую модель для этого выбрать? Нейросеть, либо более простой алгоритм. Берите сначала более простой алгоритм. Бесс-классификатор, логистическую регрессию, Катбуст. Если поперло, ставьте туда нейросеть. То есть, вопрос нейросети, он вторичный. Первый вопрос, что вы хотите делать, как вы хотите удерживать клиентов на сайте. И сейчас, для более конкретики, я расскажу, какие нейросети, какими я занимался в компании и как они у нас работают. Вопросы еще. Если использовать нейросети, не отпадает ли нужда в работниках-аналитиках? Вы знаете, отпадает. Если работник плохой аналитик, конечно, нейросеть будет работать лучше. Но тем не менее, не пропадает же нужда в людях, если используются программы. Тем не менее, бухгалтерон до сих пор работает. Но, конечно, со временем, как бы, вот эти все рутинные работы будут уходить. Останутся интеллектуальные работы, требующие творчества. Вопрос. С помощью каких программных продуктов составляются сети? Прошу прощения, часть вебинара пропустила. У меня там вначале есть описание фреймворков, с помощью которых можно за 10-15 минут построить нейросеть. Строится легко, обучается, ну там, может быть, полчаса, 40 минут, зависит от объема данных. Фреймворки берете готовы, строите и, пожалуйста, используйте. Я сейчас расскажу, как мы используем. Что предлагает 1С на основе нейросетей? Чтобы не разрабатывать с нуля и чтобы нажать кнопку и начал использовать, анализировать поведение клиентов. Мы пока проводим исследования в этой области. Пока мы сами у себя внедряем нейросети, смотрим, как они работают и что-то, допустим, лучшее, что у нас внедрится, мы будем, естественно, выдавать вам, нашим клиентам и партнерам видеооблачного сервиса. Сейчас у нас есть BitX Big Data облачный сервис, который позволяет выдавать посетителям магазинов персональные рекомендации с целью повышения общего чека магазина. Я захожу в магазин, я вижу то, что мне действительно нужно, и повышаю в каждом магазине общий чек. Вот, что это сейчас работает у нас. У нас еще нейросети используются для идентификации человека по изображению, то есть, у нас есть, приходите на работу, посмотрите в камеру, система вас идентифицировала, и вы начали закончить рабочий день. У нас используются нейросети сейчас в нашем продукте BitX для CRM, когда вы ставите камеру, система учитывает, сколько людей, какие люди приходили в магазин, какие ушли, такой трекер. Пока так. И еще внутри мы используем, я сейчас расскажу, что. Значит, одна из самых простых нейросетей, которая у нас появилась, которая уже в бою и нам нравится, это классификатор обращения техподдержки. Мы прогоняем обращение в техподдержку BitX, BitX, через нейросеть, многослойная нейронка. Я тут технические характеристики привел, кому интересно, пишите в личку, расскажу. Но суть в том, что приходит обращение на разных языках с кусками кода, сверстки и так далее. Нейросетей классифицирует это по одной из десятков категорий. И дальше автоматически это обращение уходит специалисту. Она ошибается, но незначительно и часто, часто, как бы, очень сильно помогает нам. То есть, у нас получится некий сотрудник, который знает все языки в мире, который разбирается в коде и так далее. то есть, он все понимает, что там человек в тексте вставил и с большой вероятностью назначает обращение на нужных специалистов. Это работает, работает хорошо, работает достаточно давно и даже у нас была статья на Хабре про это. Следующий алгоритм, который мы реализовывали с помощью нейросетей, это алгоритм, и сейчас, над которым активно работаем, это алгоритм нейработа. Мы хотим сделать бота, который будет помогать менеджерам открытых линий общаться с клиентами. Задача такая, чтобы нейработ подсказывал наиболее релевантные ответы на вопросы, которые задает человек. И менеджер мог выбрать этот ответ как вариант ответа, отредактировать его и ответить им. Мы использовали нейросеть данной архитектуры, которую я показал. Это сеть, которая строит семантическое пространство, объединенное семантическое пространство вопросов и ответов многомерное, и трансформирует суть вопроса в пространство сути ответов и находит ближайший ответ. То есть, на самом деле, сложно объяснить, как она работает, но суть в том, что она позволяет, она понимает смысл вопроса и позволяет найти близкий по смыслу ответы на него. Но проблема в том, что для обучения такой универсети потребовалось очень много данных. Мы стали работать с мэрией Москвы, коллеги нам дали большое количество обезличенных данных на них, мы даже делали пилот с мэрией Москвы на эту тему. Сейчас пилот как бы, ну, в фазе, то есть мы общаемся с коллегами, продолжаем общаться, но мы поняли, что нейросеть нужно работать другим алгоритмом, который будет работать на небольшом объеме данных, и мы сейчас используем данном алгоритме еще дополнительно обратный индекс. И тогда эти два алгоритма работают хорошо вместе. Тем не менее, я думаю, эта архитектура будет для вас интересна, это пример сложной архитектуры нейросети, сложной, ее сложно понять, но тем не менее, как бы, вы ощутили потенциал, что нейросеть, кстати, подобный алгоритм сейчас используется в Яндексе, по сути, такой же алгоритм, как мы использовали, немножко модифицированный, он называется Яндекс.Палех, он используется для ранжирования близких страниц, соответствующих данным какому-то поисковому запросу. Опять же, с помощью семантического объединения пространства. Теперь, вот на закуску я вам расскажу про современную архитектуру нейросетей, которые очень интересны, очень мощные и которые можно использовать, и вам нужно о них знать. Так, вопрос у меня, а будет запись вебинара? Да, запись вебинара ведется, конечно. Вот, сейчас я смотрю, так, сейчас я посмотрю, да, все хорошо, ведется запись. Итак, значит, эти нейросети стали, вызвали к себе очень большой интерес достаточно недавно, хотя, как бы, работы по ним проводились еще с 90-х годов, рекуррентные нейросети. В чем суть? Объясняю на пальцах языком электрика. Это сети, которые способны обучаться на последовательностях и предсказывать дальнейшие последовательности. Например, один на один, это, как бы, неинтересный кейс. Один ко многим. Я подаю на вход изображение, система описывает мне изображение тегами. Ну, то есть, я пойду картинку на выходе, красивая девушка на пляже. Такой пример. Многие к одному кейс. Я подаю на вход последовательность действий клиента на сайте, на выходе получаю статус его, он готов уйти. То есть, не просто я подаю профиль клиента, я подаю последовательность действий, какие разделы сайта он посетил и страницы, и сколько времени он задержался на каждом. И система рассказывает его состояние. Он уйдет или нет, готов он купить сейчас или нет товара, если, допустим, он смотрел какие-то товары. Дальше. Много ко многим. Кейс много ко многим в рекуррентных сетях используется, например, в Google переводчике, когда вы пишете язык на фразу на одном языке, на выходе генерация последовательности слов на другом языке. Это рекуррентные нейросети. Представляете, мощь какая. Ну, последний кейс я пример не нашел, такие для него прям такие яркие, поэтому мы его пропустим. Как их применять? Эти сети, нейрокуррентные сети сейчас доступны в любом фреймворке. Ставьте, берете, используйте, обучаете. Можно за 10 минут написать простую рекуррентную нейросеть и использовать на сайте. Какие действия, какие примеры, бизнес-кейсы? Действия покупателя. Человек что-то сделал, внутренний статус, готов покупать, готов уйти. Можно использовать, допустим, мастер заказа. Рейджирование лидов CRM по их действию. Человек сделал, у человека есть некий путь на сайте, можно понять внутреннее намерение, внутреннюю лояльность его. Он готов увидеть рекламу, либо не готов. Статистика по клиенту, то есть у нас есть некий профиль клиента, мы можем разложить его в некую последовательность действий по удержанию этого клиента. У вас есть некая история, у вас есть статистика по каждому клиенту, система предсказывает вам шаги по удержанию. Например, клиент захотел уйти, система говорит, сделай такие шаги, чтобы он не ушел. Это можно использовать в чат-ботах в открытых линиях. Это можно тогда использовать для выявления аномалий, например, в поведении человека, что там человек какой-то странный пришел. Есть ограничения в текущей реализации нейросетей. Они обучаются довольно долго и длинные последовательности они не способны нормально переваривать. Ну вот, из личного опыта, например, последовательности больше 150-200 элементов они уже довольно плохо способны переварить. Это ограничения. Тем не менее, знаете о них. Идем дальше. Сверточные сети, конволюшн-сети, они используются в основном сейчас для обработки изображений. В чем суть сверточных сетей? Важно понять ее. Сверточная сеть, она по сути, вот на пальцах рассказываем опять-таки, у вас есть изображение, сверточная сеть смотрит на это изображение с помощью различных фильтров, например, размытый фильтр, черно-белый фильтр, фильтр, например, кривое зеркало. И дальше из каждого вот этого, то, что она получила, она комбинирует некие понятия и дальше доводит эти понятия, строя слои на слоями до некой сути. И дальше, например, может на изображении найти, сказать, это собака, кошка, лодка и птичка. Вот из примера. Эти сети очень хорошо зарекомендовали себе в обработке изображений, потому что, во-первых, они вычленят концепции изображения, во-вторых, их можно дешево строить, потому что не нужно хранить все связи, не нужно строить такой мозг со связями многослойно, можно ограничиться использованием одного ядра кернулники на каждом слое и это экономит на вычлене ресурсы. Но я вам рассказываю про них не по этому. Дело в том, что эти сети можно также очень эффективно использовать для текстов. У нас есть пилот сейчас, опять же, для техподдержки, в котором мы используем нейросеть с одномерной сверткой для классификации текстов. То есть, опять же, классификация текстов, но в данном случае используется свертка. То есть, в данном случае на вход я подаю символы обращения, затем я пробегаю этими различными фильтрами разной глубины по этому тексту, система выискивает связи, сочетания букв, выстраивает середнякий мозг, основанное на этих сочетаниях. Потом я накладываю эту свертку несколько раз друг на друга и на выходе я получил увеличение качества классификации текстов процентов на 30 по сравнению с предыдущей моделью, о которой я раньше говорил. То есть, по сути, мы имитируем зрительную кору головного мозга для обработки текстов, она работает хорошо. Обратите, пожалуйста, внимание на эту технологию одномерной свертки. Еще важный момент. Свертка Convolution очень хорошо и быстро работает на современных видеокартах. Поэтому, если у вас будет задача обработки классификации текстов, сразу смотрите в одномерную свертку, сразу смотрите, есть ли у вас поблизости какая-то ГПУшка и считайте на ней. У вас в десятки раз все будет считаться быстрее. Очень важный момент. Я прям вот вчера этот слайд вставил, я думаю, очень полезно. Ну и заканчиваю я кейсами, современными кейсами, такими очень страшными кейсами, серьезными, оттуда захватывает двух пример нейросетей. Это состязательные сети Generative Adversarial Networks. Эти сети, по сути, одна нейронка натравливается на другую нейронку и одна сеть пытается одна сеть пытается обмануть другую сеть. И обе сети при этом развиваются. Представляете, то есть система, мы не просто обучаем одну нейросеть, мы берем одну нейросеть, которая пытается обмануть другую нейросеть, а та вторая нейросеть пытается, как бы сказать, этот обман извлечь и исправиться. И при этом они работают друг с другом, вот так вот состязаются между собой. И доходят до некого баланса, и сейчас вы увидите, что происходит. Ну, по сути, компьютер на компьютер натравили, и компьютер обучает компьютер у нас тут. Архитектуру я вам не буду глубоко их объяснять, на пальцах объяснил, в принципе, это достаточно. Давайте посмотрим, что они могут делать сейчас. От этого просто захватывает дух. Вот пример генеративной состязательной сети. На вход подается, у нас есть изображение, справа оригинал написан, видите, это оригинал. Затем у этого оригинала в четыре раза ухудшено разрешение, он стал маленьким очень. И затем нейросеть пытается этот оригинал восстановить до оригинального значения. То есть, она видит, она, естественно, кружевая сеточка не видит, она видит какие-то размытые вещи, но она пытается восстановить его. Что мы видим? Первый, первый бикубик интерполяции, мы видим, что она попыталась восстановить, но все размыто, не восстановила. Второй, мы видим, что второй и третий кейс, второй кейс, это алгоритм, который был до генеративных сетей. А третья позиция, SRGUN, мы видим, что нейросеть после тренировки, она восстановила вот эти кружева, естественно, не в точности, но тем не менее, представляете, она по размытым пикселям поняла, что там должна быть кружева и восстановила некую их текстуру. Прямо такие детали. Очень, получилось очень резко, четко, третья, третья направо, называется SRGUN. Это удивительно вообще, что она по окружающим пикселям поняла, что там кружева и попыталась восстановить их точно вот в такой текстуре. И внизу вот на шее тоже украшения как-то попыталась восстановить. Это удивительно. То есть, сеть поняла вообще, что такое изображение, что такое картинка, что такое детали, что такое там детали одежды и пытается вот видеть, как бы сказать, бредить на эту тему, видеть сны. Вот пример еще один, как ганы умеют генерить изображение, как ганы генерят изображение, которых не было никогда. Это спальни, в которой придумала нейросеть. Представляете, то есть сеть придумала 3D изображение, разноцветное, но естественно, там кровати из пола выходят, мех там из стены торчит, там диваны у нас такие круглые полы. Но тем не менее, эта сеть, она поняла, что такое диваны, она посмотрела большое количество, она натренировалась, и она с помощью тренировки, когда одна сеть мочит другую, она начала делать такие вещи. Сейчас уже мы видим, у нас появились предложения стилизации изображений и так далее. Но эти кисы можно использовать, например, для украшения, для генерации каких-то футуристических пейзажей. Главное, что сеть, понимаете, модель эта поняла, что такое наш мир, она поняла, что такое спальня, и она начала в этом направлении креативить. Это чудо, такого не было никогда. Это действительно просто вызывает какой-то страшный трепет. Так, у меня вопросы. Вопрос есть. Сейчас. Вопрос. Как сделать нейросетель для использования на сайте, если я молодой инженер-строитель, в ходе не разбираюсь, но очень хочу научиться. Всего начать. Начните с практики. Ставьте фреймворк, например, Керос. Берите там учебные примеры, классификация, регрессия, и к вечеру у вас уже будет пространение российской культуры. Дальше, когда вы поняли технику, вы идете к менеджеру и говорите, вот Саша Сербл вебинаре рассказывал про бизнес-кейсы, давай подумаем, какие из бизнес-кейсов можно применить на нашем сайте для удержания клиентов. Договаривайтесь и делайте. Если что, пишите мне в личку. Значит, дальше. Все-таки под практичную кейсу коллег, наверное, понимаются конкретные шаги при начале работы. Взять фреймворк, подключить нейронку, подключить библиотеку, написать код. Да. Да, да, да. В принципе, вы правильно сказали. Фреймворки я перечислил. Берете любой фреймворк, рекомендую Keras, создаете нейронную сеть, классификатор, регрессор, либо берете яндексовский CatBoost и решаете задачу по классификации, по регрессии. Но для этого у вас уже должны быть собраны некие данные, о которых мы тоже вначале поговорили. Все. Ну, я же не буду сейчас в презентации код показывать, как это делается, или там программировать. Мы тогда будем до вечера сидеть. Я хочу, чтобы... Я хочу рассказать о бизнес-кейсах и как совместить алгоритмы с ними. А дальше вы сами делайте, смотрите. Если интересно, может быть, отдельный вебинар посадите. Я могу раскрыть код и просто в коде сделать какую-то, допустим, модель простую, простой классификатор или там, например, свой код показать. И, например, так можно обсчитать данные, что-то увидеть. Может быть, это интересно. Но сейчас я все-таки хочу рассказать, чтобы вы поняли, что это, ощутили смысл этого и поняли, какие возможности применения сейчас есть. Так, идем дальше. Значит, вот еще пример использования генеративных состязательных сетей. В данном случае сеть обучилась на большой базе лиц и дальше она стала способной, когда вы даете оригинальное изображение свое, она старит вас либо молодит. представляете, она вместила информации в себя, что она поняла, что нужно дорисовать седину на висках, бороду дорисовать, седую бороду и морщины. Представляете? Вот это уже сейчас могут делать нейросети. Ганн, генеративные связательные сети. Это стало возможно, ну, буквально последний год-полтора. Такого вообще, об этом было страшно подумать раньше. Это значит, что когда мы выдадим в сеть бизнес данные какие-то, она сможет эти данные додумать и, допустим, в генерительном профиле клиентов, которых у нас еще не было, для того, чтобы мы другую сеть обучили этими данными. То есть, возможности потрясающие. Ну, вот тоже пример. Из скематичного изображения она генерит фасад. Из черно-белого она генерит цветное изображение. Дальше. Из дня генерит ночь. Из скетча генерит сумочку. Кейсы потрясающие. Ну, это так же на закуску я оставил, чтобы вы понимали мощь. Такого не было никогда. То, что творится, просто невообразимо. Поэтому каждый месяц ждем новых открытий в этой области. Ну, вот еще пример. Это последний пример на закуску, когда нейросеть восстанавливает утраченные части изображения. Посмотрите, как она восстановила, например, дерево, столб, кусок реки. Этого не было. Она не видела эти куски. Она не видела эти куски. В том-то и дело. Она додумала по окружающим предметам, что там может быть окошко, например, кусок двери. Вы чувствуете мощь вообще? То есть, сеть понимает мир. Она понимает, что она изображает, не понимает смысл вещей. она, она, конечно, не идеально восстанавливает эти кусочки, но тем не менее, понятно, она бредит, но тем не менее, очень близко к реальности. Это говорит нам о большом успехе в этих областях, потрясающих успехах и заставляет верить, что дальше будет все намного интереснее. Коллеги, ну, в общем, что еще могу вам интересно рассказать? Могу сказать, что сейчас активно следует вопрос, как все-таки обучать нейросети меньшим количеством данных. И как получать данные без разметки, то есть без использования человека, который бы взял данные и разметил, там, уйдет человек от нас, не уйдет, чтобы сеть поняла саму структуру данных сама, сделала выводы. Вот полу, семи-супервозит ленинг этим занимается. Уаншет ленинг это техника, когда, как мы ребенку говорим, еще раз, или даешь там ребенку под затыльник, еще раз туда полезешь, там, дам тебе ремня. Ребенок понимает часто, наверное, двух-трех слов что-то. И люди, особенно взрослые, часто обучаются на небольших примерах. И нейросетям нужно много примеров давать. Уаншет ленинг пытается решить задачу, как все-таки учить сети такими точечными примерами, небольшими. Сейчас это открытая проблема. Еще проблема переобучения, когда мы хотим новые данные в сеть вложить, например, она нас обучилась на миллионе картинок, а у нас появилась новая картинка, например, какой-то редкий синий кит появился. Как эти данные добавить в нейросеть? Это вопрос открытый. Если вы просто тупо их добавите, она что-то может забыть при этом. Поэтому, пока работы ведутся, это все не критично, но об этом надо знать. И, наверное, вот под занавес сейчас ведется активная работа в крупных компаниях на тему нейронных машин тюринга. А что это такое? Это нейросеть, которая имитирует работу компьютера. Представляете? Это сеть, которая, возможно, будет способна писать программу внутри себя. Вы даете примеры решения задач, она внутри себя строит нейронную машину, строит машину тюринга, универсальный вычислитель, и способна решать задачи. Какие-то подвижки в этой области есть, и они, работа на эту тему появляется каждое несколько месяцев. Ну, вот, Google занимается одной моделью, Facebook, насколько я помню, Memory Network занимается, занимается в Facebook, Google занимается нейронной машиной тюринга, но, тем не менее, вы должны почувствовать вот это вот, куда все идет. Компьютеры уже хотят обучать, то есть программированные хотят заменять нейросетями, по сути. Хотя, я думаю, это случится не скоро. Вот. Ну, attention, еще слово такое, есть популярное в нейросетях. Attention это о том, что сеть обладает некой памятью и смотрит назад в данные. Она как бы, как мы с вами, например, читаем книгу, мы взглядом, у нас взгляд бегает по книге. То же самое у механизма attention. мы смотрим в данные, которые поступили на вход, но иногда обращаемся к экранным частям при работе нейросети. Это тоже активная область исследований, если занимаются интересом ученые. Так, коллеги, в общем, выводы какие? Я заканчиваю вебинар, выводы такие. Можно брать готовые модели в фреймворках и уже применять их сейчас. Любую нейроночку может заходить за полчасика, за часик, за два. К вечеру у вас уже будет лететь. Я рекомендую Keras и Python. И начать применять бензадачи, которых я сейчас описал конкретных. Если хотите, чтобы я показал код и с вами попрограммировал, ну, можно, например, на каком-то вебинаре решить конкретную задачу. Например, сделать бензадачный классификатор. Тоже, если интересно, пишите. Собирать данные несложно, особенно нам, веб-разработчикам, мы это умеем. Мы пишем логи, мы пишем SQL. Поэтому, я думаю, вопрос Big Data у нас так не сильно не стоит. Вот. Что еще? Все быстро меняется, нужно учиться. И опять-таки, я все-таки думаю, что без математики на уровне интуиции можно понимать, как работает машина обучения и нейросети и использовать для веба, для бизнеса эффективно. Ну, и последний момент. Не надо думать, что мы разработчики какие-то там, типа, математику знаем плохо, алгоритмы знаем плохо. Нет. Мы решаем очень интересные задачи. Мы разработчики, мы инженеры, мы создаем сайты, мы решаем задачи клиентов. Это очень круто. У нас обычно в компаниях наших очень сильно развитые инженерные практики. Мы любим Unix, PHP, высокие нагрузки, MySQL. И это нам дает возможность очень быстро запускать маленькие проекты в продакшн. В том числе, вот, я думаю, проекты по машинному обучению мы также сможем легко запустить, выложить их в Marketplace и использовать для чат-бот платформы. Коллеги, спасибо вам, хорошего дня. У меня все. Я несколько минут отвечу на вопросы. Так. Сейчас тут вопросы пошли. Ссылки на вебинар на YouTube. Значит, у нас есть история вебинаров на сайте. Каждый вебинар, который прошел, заменяется видеороликом, который вложен на YouTube. Просто находите вебинар, нажимаете ссылочку и смотрите его на YouTube. Какие есть порталы, посвященные последним дотяжениям мира сетей? Ну, какие порталы? Они часто математические, к сожалению. И, я думаю, на Хабре лучше на эту тему отслеживать информацию, смотреть. Вообще, как бы, те, кто занимает серьезное машинообучение, они отслеживают выходящие научные статьи. На научных статьях, как в первоисточнике, описываются возможности нейросетей, как бы, реализации, прототипы, где можно скачать код, попробовать. Но, там вот такой довольно сложный математический язык. Сайт называется Архив. Я туда часто заглядываю, смотрю новости. Где можем посмотреть все эти картинки из застройки изображений? А наберите в поисковике просто генератив адверсальный нетворкс, имидж реконструкшн, и увидите. Либо мне просто вот напишите в личку, на имейл я вам вышлю ссылку на научную работу, где я делал скриншоты. Это все в научных работах. Все в научных работах есть. Вот. Про создание эскизов про фасаду интересно прочесть. Да, это интересные вещи. Я видел несколько работ на эту тему, которые вышли недавно, по достранению фасадов. Мало того, сейчас буквально месяца два назад вышла архитектура нейросети, основанная на свертке, основанная на рекуррентной сети, насколько я помню, которая может писать простой код. На вход ей даешь эскиз дизайна, страницы. На выходе она на определенном языке, ну понятно, не в HTML, я в скрипте, она пишет, но в определенном языке с иерархией она описывает иерархию тегов интерфейса, которые надо размещать. При этом работа с точностью порядка 70%, то есть ее пока допилили, тем не менее мы видим тренд, что возможно какие-то операции, рутинные, типа верстки, такой рутинные, особенно верстки для мобильных устройств, она может перейти к нейросетям, они будут генерировать код. Посмотрите, пожалуйста, называется PixToCode, PixToCode работа. Я не думаю, что ОПА программисты могут кануть лету. Я думаю, не канут, программирование это сложно, сложная такая область и надо постоянно, ежедневно учиться нам писать хороший, ясный, чистый код, повторять объектно-ориентированное программирование, шаблоны проектирования. Рекомендую программистам сейчас окунуться в функциональное программирование, почитать на эту тему, что там делается. Скала, интересный язык можно полистать для профилактики мозга нашего. Можно Haskell посмотреть, кому интересно. Но, тем не менее, я хочу, чтобы мы все ценили PHP, ценили язык. PHP это чрезвычайно мощный, очень красивый, лаконичный язык, который решает бизнес-задачи, он очень близко работает, довольно близко к операционной системе, он дружит с Unix хорошо. PHP мне нравится очень, поэтому не надо думать, что сражать комплексу неполноценности, что кто-то пишет на C-Sharp, на .NET, на Jive, а мы на PHP. Нет. PHP, и веб это очень классные, крутые технологии, очень перспективные, и я думаю, в них есть смысл тратить на них время, уточнять свои знания и развиваться, например, в области Unix, системного программирования. Можно в области C, например, копнуть. То есть, это интересно тоже, на это нельзя забивать. Так, с кем можно обсудить задачи по решению таких на наших сайтах задач? Дадите рекомендации. Но, если вы не хотите сами решать эти вещи, связанные с машинным обучением на ваших сайтах, я рекомендую вам пообщаться с сообществом, так называемые Data Scientist аналитики, которые занимаются вот этими задачами. Есть прямо команды, которые специализируются на машинном обучении. Поговорите с ними, они вам предложат, как сделать прогноз оттока, как сделать классеризацию, как сделать классификацию, как сделать классный анализ. Есть команды, то есть люди, которые занимаются математикой, обычной математикой, физики, они вам предложат разные решения. Но это может стоить довольно больших денег, поэтому я вам рекомендую сделать это самим, просто с помощью фреймворков, с помощью простых решений. И у вас это должно заработать, а если вы хотите это улучшить уже, тогда обращайтесь к специалистам, естественно, которые вас поконсультируют. Либо пишите мне, я как смогу вас поконсультировать. Но я не математик, я инженер, поэтому какие-то сложные вещи я вам, наверное, очень сложно не смогу прокомментировать. Я вас отправлю к авторитетным людям, с которыми я общаюсь. Является лог посещения сайта анонимных битексе пользователей битдата. Что оттуда взять? Все можно брать, фамилии переводите, хэшируйте, емейлы хэшируйте, телефоны хэшируйте. Коллеги, нужен вопрос. Вот нужен специалист, который соберет эту сеть. Ну, есть такие аналитики. Посмотрите, программист-аналитик. Таких много сейчас на рынке. Сейчас существуют курсы. Мне постоянно скидывают резюме, что вот я там закончил курс по работе с большими данными, с машинным обучением, с аналитикой, я там ищу работу. Напишите мне, когда мне будут приходить такие вот заявочки от людей. Я же тоже выступаю на конференциях различных по машинному обучению, по нейронкам, по битдате. Люди ко мне подходят, я могу состыковывать вот их, например, с вами, с веб-студиями. Я думаю, как бы в этом будущее таких людей становится больше. И задача веб-студии будет в этом направлении становиться все больше и больше. В мой случае, коллеги, вы можете всегда мне писать, можете мне позвонить по скайпу. Мы можем поболтать, обменяться идеями, трендами. И поэтому я всегда открыт. Коллеги, заканчиваю вебинар. Спасибо большое. Надеюсь, было интересно. Счастливо.